50 ошибок в программировании, которые стоили людям жизни. 3 большие лжи в JavaScript. Почему пользователи бомбят на разработчиков игр? Почему пользователи бомбят на Погнали? Ваш самолет отправляется. А там что, готово, да? Уже не готово, да. Уже не готово? А там же это, в начале такая музыкальная тема. Да, только это на монтаже добавляю. Ты что думаешь, мы в реальности ее включаем, что ли? И с микрофона записываем? Сейчас, я несу, несу этот проигрыватель. Погоди, 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 сейчас. Ты не поставишь мне с собой сегодня? У меня пластинка тут. Да. Ты не перемотал на тот момент, с которого... Там же обрезается это, ну, именно с 15 секунды того вида. Ладно, в общем, всем привет. С вами подкаст «Суровый веб» проект «Юобизайн». Выпуск сегодня уже 199-й. На часах у нас 10 апреля уже. В ночь с 9-го на 10-е мы записываем. И время уже без 20-ти час по Челябинску. Меня зовут Александр Гончаров. Меня зовут Никита Тарасов. И меня зовут... И у нас... Да. И у нас гость. И у нас гость. Я уже заранее сказал для наших патронов, для пришел. Я заранее сказал, что у нас сегодня подкаст, он как секс втроем не очень удобный. И поэтому у нас будет иногда кто-то вступать в активную позу, кто-то в пассивную. Будет все перекликаться. Иногда... Кто-то будет рядом сам теребить что-то просто. Да. То есть активное с активной... Конечно, конечно. Активное с активной иногда будут вместе совмещаться и превращаться в пассивную. Поэтому вы не пугайтесь. Не пугайтесь. У нас это абсолютно экспериментально и абсолютно, я бы сказал, беспрецедентно. 199-й подкаст, это практически как 31 декабря, я считаю. То есть уже все сидят в шапочках отмечательных. Поэтому у нас сегодня... Ну и с фольги, естественно, да. Поэтому у нас сегодня, так же как и 31 декабря в каждом доме, есть гости. Вот. Этот гость у нас сегодня Иван. Иван это наш супер-супер старый олдскульный. Не старый в плане того, что он старый душой или телом. Нет. Он, я имею в виду, закадычный. Вот так скажем. Закадычный наш друг. А тем более, тем более, он патрон, и я об этом дальше скажу, когда он представится. Он супер-патрон наш, поэтому он имеет право абсолютно на подкаст с нами, как ночь с нами, как с Клеопатрой, потом его, естественно, убивают. Съедают паука. Съедают, съедают, да. Но, но, конечно... Короче, а что конечно? Он сейчас сам скажет все про себя, что скажет, а что не скажет, мы если что добавим, или наоборот убавим, там обрежем, я ничего личного не скажу. Так, ну давай подожди, без обрежем это. А то тут началось это, что у меня есть право там на то, ну все. Так, как там было? На абордаж? Ну да, Ваня на абордаж наш подкаст взял. Но нет, в скобочках. В общем, да, на месте Вани можешь быть ты, лирический зритель и слушатель, если занесешь нам на Патреоне достаточно монет, потому что вообще-то это прикольно. Это же интересно, вместе с нами здесь посидеть, что-то сказать. Хотя это нам Ваня скажет, и я думаю, что в конце мы даже его микроинтервью у него возьмем по поводу того, как ему вообще это. Да я могу микроинтервью уже прямо сейчас дать, что на Патре-шоу сидеть очень классно. Так, а Путин красавчик? Ты сейчас сразу начинаешь. Ладно, давай, Ваня, немножко про себя секу прям. Меня зовут Ваня, я сейчас живу в Москве, мы раньше с ребятами вместе учились, мы очень давно знакомы, и вдруг я понял, что очень хочу выскочить к ним на подкаст и вместе обсудить какие-нибудь прикольные темы и затащить какие-нибудь еще свои. И у меня вот сегодня как раз будет тема, почему пользователи бомбят и разработчиков игр, и я не буду произносить слово, которое... С которого Никита... То есть это просто именно громко тупо звучало, а когда мы будем обсуждать непосредственно предметно, там надо прям со всеми подробностями. Ну вообще я очень давно слежу за подкастом, и мне в какой-то момент я понял, что под некоторым темам у меня тоже есть что сказать, и я подумал, а почему бы нет, почему бы не заехать. И в принципе, ну вообще, как правильно ребят сказали, любой из вас может здесь сидеть, короче, так же тупо что-то, короче, пытаться сказать и... Вот. Ну мы считаем, что Ваня, он в принципе всесторонне развитый человек. И поэтому... Он эрудит практически, да. Практически эрудит, да. То есть мы его в своей игре даже иногда видим, чем бывает. Поэтому я надеюсь, что он нам сегодня поможет с разбором некоторых тем. Тем более, что я думаю, что мы примерно как... Кто лебедь, рак и щука, будем в разные стороны тянуть все темы. И это будет интересно, мне кажется. Каждый будет болеть, например, за рака, то есть за Ваню. Ну он как бы задом обычно тащит. Вот. Кто-то за лебедя, то есть за Саню. Ну и я буду в воду, так скажем, смотреть. Давай сначала скажем еще, что вдруг, если кто-то хочет поучаствовать за деньги в нашем подкасте, он может написать на work.sobaka.eoopt.ru. На самом деле, конечно, я имею в виду, например, свою рекламу какую-нибудь продвинуть в нашем подкасте, тоже как отдельную тему, мы ее разберем. Но... А вообще об этом и детально нужно написать на work.sobaka.eoopt.ru и пообщаться с Саней непосредственно. То есть с лебедем я имею в виду. Я его погоняло. Пытаешься смириться с своей позицией лебедя, да? Ну это тут, да. Ты, Ваня, помнишь, что у лебедя тоже острые зубки? Поэтому ты не перебивай, как на радио. Если один человек начал говорить, какую бы ересь он ни нес, мы ждем, пока он заканчивает. Потом и ваня. Хорошо. Так вот, я забыл просто, что я хотел эту историю на при-шоу рассказать. Но я не буду ее рассказывать сейчас на общем подкасте, потому что эта история, она именно... Это внутренние планы, так сказать, веб-дизайна, которые я хотел с Никитой обсудить, но я это что-то забыл. Поэтому теперь... Она только за деньги или тебе Ваня просто противен? Нет, она просто... Во-первых, это планы. То есть мне из Mail.ru написали, они там готовят суперпроект. Вот, и он у них еще в разработке, и они уже нам сказали, что типа они бы хотели, чтобы мы поучаствовали в этом говне. Я согласен, Mail.ru — великая компания абсолютно. А вот, да-да-да-да. И просто, ну, это еще пока вилами на воде, поэтому я думаю это обсудить, так сказать, между... Это просто, да, это только в смысле, что с патронами. Ага. Просто их касается косвенно, что там тема перекрестная с патреоном, так что да. Ты смотри, как бы осторожней с Mail.ru, а то они тебе затащат там свою эту, карусель загнивающих проектов. Думаешь, они нас купят, как в ВКонтакте нас купят, и 51% у них будет, а у нас 49%. Да там... Если бы так еще было. И нам придется гаишника насадить на бампер. Кого насадить на бампер? Это место Дурова. Дуров, когда он еще был в России, он на белом мерседесе гаишника на капот насадил, потом скрывался и улетел в Дубай, и так с тех пор, как бы, его в России не было, потому что он, мне кажется, под следствием сразу будет. Понятно. А ВКонтакте у Дурова купил Mail.ru тоже. Ну так, все тебе. Это да. Это для тех, кто сидел под камнем последние 20 лет, типа меня. Ну да. Потом он сделал Телеграм еще. Ух ты. Ну короче, мы можем, собственно, переходить к обсуждению всякого. Давай. Первая тема, получается. Первая тема. Нам ее предложил Neuron Insomnius на сайте. Кстати, все можете предложить нам тему на сайте. Это прикольно и не больно, в общем-то. Рубрендинг или бренды по-русски он нам написал. Статья с vc.ru. Вот. И там, да, там, конечно, интересно. Вот ты мне говорил, что у тебя там 50 серьезных ошибок, да, которые там привели. И ты из них отобрал самые интересные, на твой взгляд. Так вот тут Илья Калимулин, он на самом деле сделал 50 редизайнов зарубежных логотипов под Кириллицу. Так, я просто Ване подскажу быстренько. Ты можешь, Ваня, если что, открыть себе тему в слайде. А я уже вот тут наблюдаю. Догадался, да? Ну все. Ну я просто смотрю на это, и мне сразу стало интересно. А вот Саня вообще через все просмотрел. И вот ты прям все прочитал, что он там. У него просто там даже комментарии есть очень такие. Типа, где там что зашло, где что не зашло. У него типа как бы оценочка есть после каждого ребрендинга. Да, Ваня, я готовлюсь к теме, я ее всю прочитываю. Каждую картиночку я посмотрел. Мне кажется, ты что-то подставил Кролика Роджера немножко, да? Да нет, меня невозможно подставить. Я безукоризм. Так вот. Сейчас мы посмотрим, как он просядит там на некоторых логотипах. Вот. И тут, короче, 30 он сделал. 50 я соврал. 30. А, уже 30. Так. Из них я отобрал, короче, 20, а скажу про 10, да? Вот. Ну нет, 30, и я, мне кажется, кажется, стоит обсудить каждое. Во-первых, потому что у нас сегодня всего 6 темок. Вот. Хотя, опять же, пропорционально увеличивается время обсуждения, когда 3 человека, уже 3 людям есть что сказать про темку. И каждую темку уже просто по 40 минут можно обсуждать. Поэтому мы будем пытаться как-то себя держать в узде. Вот. Потому что у Никиты иначе 3 часа закончатся на запись голоса. И будет право. А у Вани... А у Вани 15 минут закончится, да, да, да. Это моя белья. Короче, чувак крутой. Сразу скажу, моя оценка просто тупо 10 из 10. Он, кстати, арт-директор студии Мысли Форма. Этот Илья Калимуллин. Этот. Простите, Илья, если вы нас слушаете за этот. А это какое-то гениальное что-то? Это он вообще на сайте. Я нет, я не был. У него какой-то, то есть, Лебедев стиль, я так понимаю, да? Черт его знает. Он для Касперского делал, для Росатома. Походу, да, какой-то неплохой парень. Есть, да, награда. Продолжайте, Александр. Ну да. Короче говоря, суть в чем? Суть в том, что он решил именно классно адаптировать зарубежные бренды. То есть не просто в тупую перевести, а именно с умом. Ну то есть это на самом деле на примерах сейчас будет крайне понятно. Первый пример. Базар. Я, честно, не знаю такого журнала. То есть я как бы, ну, не из этих, видимо, не из модничей. Вот. Но как вы видите... Не из Базаричей? Не вообще нет. Не из Харперсичей. В общем, суть в чем? Он, во-первых, пытается полностью подобрать шрифт, и в том числе какие-то характерные черты. То есть, ну вот в случае с Базаром, например, видно, что он буквы А полностью сохранил, букву Р русскую он из английской Р без хвостика сделал. То есть, ну тут то, что А и Р соединяются в одну литеру, он тоже это воспроизвел. Ну и он сам себя как бы покритиковал, что, типа, получилось классно, вот, выглядит неплохо, но слово, короче, на одну букву из-за этого оно уже кричащее. То есть, когда шесть букв на всю, так сказать, шапку журнала, оно как бы, ну, можно было еще читать. А так они прямо на тебя орут, и хочется отодвинуть по старикам журнал подальше, потому что уже близорукость как бы, и издалека вот это слово Базар увидеть, и да. Вот. Но на мой взгляд, все равно он использовал вот этот вот шрифт, когда одна палочка тоненькая, другая широкая. Это, на самом деле, научно как-то называется, типа там слаб сериф, там вот это вот все. Вот. Но я не помню, как это называется, поэтому вот одна палочка тонкая, другая толстая. Слушай, а Базар вообще, слово Базар с двумя А, оно переводится как Базар? Просто я думаю, он мог бы использовать слово Риночек, например, какой-нибудь, или что-нибудь такое, ну, типа, понимаешь, да? Более длинное. Это нам лингвист скажет здесь присутствующий, а что это слово означает вообще? И оно на римске или какой-нибудь, ну, там, французское, турецкое? Вообще Базар, если я не ошибаюсь, оно это просто придумано как бы. Они в него напихали два А ради стиля. И я не уверен насчет того, что есть оригинальные. Они такие, знаешь, они сделали с одной А, и такие думают, ну, кричащая. Надо с двумя А, и все. Нет, ну, это же классика, когда там слова для всяких таких брендов переделывают там во что-нибудь еще. У меня сейчас, к сожалению, блин, ну, не приходит аналог прямо из-за того же там модных женских журналов аналога, но у меня приходят примеры из какой-нибудь киберспортивной организации. Есть такая, короче, корейская киберспортивная организация, Кэта Роллстер. И вот у них есть слово Роллстер в названии, которое абсолютно ничего не обозначает. Ну, типа, это сокращение от роллокостер, короче. И там очень многие люди такие, у них такое классное название, но оно, в принципе, типа, забавное, как базар. Хотя, может, сейчас оказывается, я соврал это в каком-нибудь тюркском или еще в каком-нибудь там... Значит, собака. А 2А, нет, базар это вообще, типа, ну, вроде бы восточное слово у них там, ближневосточное. Но то, что 2А, сейчас выяснится, что там реально типа 2А, короче. Я сейчас посмотрел, допускается и 1, и 2А. Ну, видишь. Это, может, как английский-американский какая-нибудь версия, что-нибудь такое, только здесь, блин. Ну, вот в определении прям оба, тупо через запятую стоит имя существительное, и все. Ну, в общем, да, мы не будем сейчас так долго на каких-то остановиться. Вы просто говорите, если вдруг вам какая-то сильно зашла. Дальше у нас Шанель. Вот. Ну, и вы видите, опять же, то есть он пытается повторить, ну, букву Е, характерную лесенку, он сохранил, например. То, что в конце вместо, ну, вот этой буквы L английский, мягкий знак, типа ее форму повторяет, это как-то прикольно. Вот. Но он также сказал, что вот этот логотипчик, который две буквы C, типа Coco Chanel, сплетающиеся между собой, их никак на русском особо не сделать. Потому что Coco Chanel, ну, это кэша, это, ну, не будет так классно выглядеть. Поэтому он говорит, что, ну, можно текст адаптировать, сам логотип, конечно, не очень. Дальше Durex. Вот. Ну, и тут, конечно... Это, я думаю, наша, да, типа, любимый вариант. Сто пудро, да. Ну, я же говорю про секс с троем, поэтому, да, Durex – это наш вариант. Ну, продолжай. Получилось круто. То есть как будто там и было, что называется. Причем даже здесь более, так сказать... Знаешь, я бы побоялся купить, потому что... Да, я бы побоялся купить, потому что, ну, отдает какую-то самопадельку. Честно тебе скажу. Это знаешь, перевод Фаргуса, вот эти любимые наши, там, боевое ремесло 2 – это 7 волков. Это абсолютно. Хабабы Ворон, да, да, да. Не, ну, чуваки, давайте так. Выглядит достаточно лито. То есть я бы поверил, что не подделка. Особенно любить секс, как здесь написано. Любить секс – классика. Ты такой думаешь, хм. В принципе, ты любить секс, Саня, или не любить? Или классика у тебя? Ты, чтобы я понимал. Я с гелем гладкий, конечно, да, это точно. Ну, в общем, русская версия, возможно, по мнению Ильи. Ильи, я с ним, в принципе, согласен. Да нет, неплохо. Мы, на самом деле, так, как бы прикалываемся, именно прикалываемся, как на базаре. А так нам нормально, нормально. Тебе, Вань, нормально или нет? Ты просто... Да, мне вообще отлично. Я говорю, буква «КД» вкусненькая. Ты там попил что-то, водички нормально. Я ок, да, мне хорошо. Ну, все. Давай лакост. Давай лакост, да. Дальше идет. И он, конечно, мне более таким угловатым, кажется, в российском моменте, потому что буква «К», она прям острая. Вот. И, короче, слово становится. И вообще, применительно к лакосту тоже. Вот здесь тема контрафакта, она у Ильи в комментариях тоже немножечко сквозит. Вот. Но там максимальная, так сказать, кульминация тема контрафакта достигнет на логотипе Sony. Потому что Sony реально прям, ну, супер массово, так сказать, подделывались. И это да. То есть, если мы говорим о лакосте, там, большинство людей, вообще, там, ну, не вникает, что это такое, потому что, там, ну, одежда у них, там, дорогая, парфюмерия не очень дорогая, но она и не сильно изысканная. То есть, нет такого, что все хотят, там, духи лакост или одеколон. Хотя вот я, кстати, одеколоном от лакост пользуюсь, мне сильно нравится. Это вот этим ребятам, которые в секонд-хенде, там, сидят, короче, лакосты ищут, расскажи. А нет. То, что они не очень хотят. Это неважно. Это как бы не носит массовый характер. Те люди, которые в секонд-хенде хотят лакосты, их тоже, там, полсотых процента от всего. Ну, хорошо. Я тут недавно была же новость где-то, что в России, там, у 30% людей каналки все еще нет. Канализации, в смысле, у всего населения, если по процентам сложить. То есть, все еще выгребной ямой люди пользуются. Возможно, у них даже еще масло такое, знаешь, на стенах они выливают на... Я думал, масло это нерафинированное еще. Да, поджигают и выливают. Я не знаю, рафинировали масло или нет в средневековье, чтобы выливать на врага. Скорее всего, нет. Ну, если в Струнахолит поиграешь, то там все выливали. Там густое, там густое. Там огонь сплошной. Не рафинированное? То есть, можно было сразу с лучком, с помидоркой? Можно, да. Я мне не рекомендую... Канцерогенов много. У меня чуваков, которых они подвигали, рак стопудово сразу образовывался. Давай я про лакост скажу. И мне кажется, здесь очень классно было бы добавить в конце букву Э. Лакост Э. И тогда это было бы столько же букв, сколько и в оригинале. И выглядело бы так же, в конце было бы три палки. В конце бы на член было. Похоже бы, что буква Э, она как головка такая. И крокодил очень маленький. Нормально, кстати, нормально. Про Дюрекс и про Лакост Э у нас хорошо пошло так. Маскина дальше идет. В принципе, узнаваемо. Но здесь он говорит, что аббревиатура не однозначит, потому что кто-то может как Москино воспринять. Реально дичь какая-то. Круто. Круто. Мне нравится. Москино лучше, чем Москина. Потому что Москино это все-таки какая-то нормальная организация. Своё, да. Конечно. Ну, он, кстати, пишет, что могла бы неплохая коллаборация этих двух брендов получиться. Если кому-то из этих двух брендов это вообще интересно. Если они знают про друг друга вообще эти два бренда. Вот эта бабушка, которая билеты продает в Москино, вот эта, которая и знает. Ну, давай. Своё дальше у нас идет. Ну, естественно, ключевой здесь это швейцарский флаг. Вот. Но сам логотип, конечно, такой. То есть он даже повторил. Вот там, где у самих сводч буковка А надрезана, здесь он буковку В надрезал. Тот же там в пазухе, так сказать. Вот. То есть, в принципе, ну, как бы можно угадать. Но когда на часах именно смотришь, прям кварц. Прям вот хочется зачеркнуть сводч, кварц по-русски написать и как бы знак качества СССРовский поставить и всё. Конечно, вот такая лёгкость швейцарская, мне кажется, теряется. Вам как? Угу. Согласен. Ну, вообще сводч же изначально, то есть они когда название придумали, ты его даже не с английским названием ассоциируешь, а с каким-то именно, ну, вот, их. Короче. Именно хочется его произнести как свадч какой-нибудь. Ну, да даже не то, чтобы как свадч. Ты не привык читать эти, не привык читать эти названия на другом языке. И даже если ты был бы в Африке, тебе бы не стали бы на какой-нибудь там твой африканский локализовывать это. Ну, просто оно очень, оно очень... Некоторые вещи, они настолько самые очевидные, что их локализовывать бессмысленно, потому что они уже вот звучат as is, что называется. Но про то, что сводч там, вот именно если на саму картинку смотрите, там кварц, то да, абсолютно кварц. У меня там три кварца из десяти, короче, сразу. Дальше у нас Nike идет. Это, кстати, сразу все дебаты по поводу, правильно, как читать, Nike или Nike. Вот они уже, сама компания Nike, ну, сказали, что на русском Nike, просто насрать. Вот. И здесь, собственно, Илья, он ломался между тем, сделать над и краткой вместо вот этой, ну, вы поняли, хреньки сверху. Еще один логотип Nike. Или это будет уже перебор какой-то, как бы, и да. Мне на самом деле... А, то что две галочки, типа? Ну да, да. Что и как бы основной логотип, который Swoosh называется, и еще вот надо, и краткой такой же бы Swoosh, если сделать, был бы перебор или нет. Ну, мне кажется, был бы. Мне кажется, был бы. Да. Это уже, пацаны, Никита. Это безвкусно. Это, мне кажется, как-то вот студенты, которые пытаются только что-то делать, они бы так сделали, просто, ну... Ну да, это типа, знаешь, как в кавычках слишком старался, короче. Вот я и говорю, да, перестараться. Причем, на самом деле, мне еще и шрифт не нравится. Он мне Marvel какой-то напоминает. Вот если... Вот я когда смотрю, именно у них на вот этом мокапе справа, на оранжевом, когда белом написано, мне какой-то Marvel напоминает, если честно. Хотя Marvel не скошенный, по идее, а прямой. Но почему-то такие ассоциации возникают, ничего поделать с собой не могу. На самом деле, отдельно на оранжевом, без нижнего Swoosh, можно было бы у и краткой сделать Swoosh. Ну так уже раз. Ну да, согласен. Но он бы тогда менее бросался в глаза и как-то... Ну, в общем, собственно, мы здесь сочетаемся с Ильей. То есть, в целом, возможно, но не так классно. Дальше идет Burger King. И тут, конечно, 10 бургеров из 10... 10 воперов из 10. Вот. И, собственно, ну тут даже если бы иероглифы... Ну, как, опять же, Илья написал, даже если бы иероглифы красные были внутри этого бургера, то все равно бы это идеально узнавалось. И как бы... А тут они, конечно, сделали... Он сделал, что и шрифт похож, и вообще... Ну, короче, можно просто хоть сейчас брать и использовать, мне кажется. Да, но если бы у них еще вкусные бургеры были бы, то 10 бургеров из 10 бы звучало как нормальная тема, а так, знаешь, как будто говна похавать 10 из 10. Ну, ладно. Погоди, я забыл, а в Челябе есть Burger King? Есть, и он, знаешь, под стать... Не знаю, как вы тебе скажете. Я не знаю, у вас такой же в Москве или нет? Я просто, знаешь, я вот Burger King ел один раз в жизни, и это было, короче, в Москве, когда он только открылся рядом с зоопарком. И, блин, там было... У меня воспоминания просто... Очень классный. Но я больше не ел в нем ни разу, поэтому... Рядом с зоопарком, в смысле, там как-то, ну, типа, они сообщаются, это от Нарген. Там безотходное произвольство. Блин, и у меня... Когда Кибер убежал, как бы, в Burger King'е новый открылся бургер. Никита не пропускает это на водочке вообще. Просто... Ладно, ладно, давай, пригодился. Ланя, ты помнишь, что в Челябинске когда-то миллиард лет назад была сеть Грильмастер? Ох... Я помню, что в Челябинске была этот, короче, пиратская... Как ее? О, боже, скажите мне, я скажу. Хардрок-кафе, короче, нелегальный. Да, вот этого я даже не знал. Это, видимо, у тебя в подвале где-то, потому что я это не в курсе. Сам держал. А, в общем, вот Burger King, он как Грильмастер примерно. То есть, вроде можно сходить, но уже не то. Дальше Принглс. Ну, и здесь у меня консенсус с Ильей. Четыре согласных подряд в русском, даже когда просто ты читаешь, бесит. Хотя, в общем-то, вот этот вот фирменный изгиб, вот этот, он как бы соблюден. Вот. И, в общем, почему бы и нет? То есть, тут хочется как бы, ну, понимать вообще, насколько, ну, приемлемо. Вот некоторые прям вот вообще нет. А Принглс, ну, я, в принципе, допускаю. Почему бы? А мне вот Принглс вообще не нравится абсолютно. У них буква L в русском вышла жирная, просто как ужас. Она прямо, как смотри, как она раздвигает это вокруг себя остальных, как Никита раздвигает нас с тобой, Саша, вот, обычно. Я не знаю, что вы там раздвигаете, но мне нормально. Мне вообще как бы по хрену. Если они так сделают, то я, во-первых, не куплю, потому что буду думать, что это пиратская. 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 Дальше манга идет. И здесь соблюдена вот эта вот штучка, которая как у окулистов. С какой стороны щель. Вот у них в каждой буковке есть щель тоже. Вот. И мило, мило. Опять же, не могу ничего плохого сказать. Прикольно. Я вот, я причем, повторюсь, в некоторых вопросах я даже за. То есть, если бы реально во всех торговых комплексах сделали вот так по-русски манга, вот, ну, норм, норм. Я за такую русификацию. Она мне не кажется противной, как в случае, например, с Swatch. Nike. В случае с Swatch и с Nike, конечно, полное говно. А мангу, оно прям напрашивается, как и Burger King. Я думаю, в Думе должны какой-нибудь такой указ выпустить, чтобы все было по-русски. Подожди, в Думе, который Doom Eternal? В Doom 3, да. А, в V3? Tide дальше у нас идет. Вот здесь, конечно, тоже. А тут что-то разве они сделали? Это же было так всегда. Нет, он всегда Tide был именно. Все серьезно? Русского тайга не было, да. Реально, выглядит, как будто так и был. С усиленными чистящими компонентами. Но вот нет, не было. Ну, просто буква T, понимаешь, и она сохранена. Из-за этого... Видимо, я как человечек читаю там первую букву в слове и последнюю букву, и сразу делаю вывод о слове. Это там D в конце, так что не подходит пример. Вот именно, Tide было бы. Ты что-то какой-то... Ладно. Неважно. В общем, удачная русская версия с сохранением узнаваемости возможна. Это вердикт Ильи. Дальше, кстати, Sony. И вот тут он говорит, что ощущение контрафакта прям настолько сквозит, что хочется выкинуть просто сразу. Поэтому такое, говорит, нужно делать только с супер там заявлениями, что стопудово это наш логотип, стопудово Sony в России теперь будут вот так вот писаться и так далее. Хотя, кстати, ну как бы сам логотип понятен. То есть та же ширина букв, так же как-то оно все сделано. Хотя вот я бы... Да ничего бы. Непонятно, знаешь почему? Потому что вот эта S как доллар, да? Она фирменная очень. Ты на нее смотришь и читаешь весь логотип, как Ваня сказал. Только знаешь, что еще я хочу сказать? Вот если бы у них была в натуре какая-нибудь коллаборация с гармонией, и они бы сделали такие, знаешь, проигрыватели очень лакшери проигрыватели за миллионы долларов США, и такие типа русские. Там было бы по-русски написано Sony. Вот это было бы элитно, классно смотрелось. Но за наушники за 300 рублей смотрится, конечно, так же, как за 300 рублей. То есть тут, к сожалению, ничего не сделаешь. Дальше у нас Bulgari. И получилось, конечно, намного лучше, чем Swatch. То есть прям реально. Вот с этими, с кремлями надо делать такие часы, с двуглавыми орлами. Это прям, мне кажется, все силовики, все силовикс, все бы такие себе взяли, потому что выглядит прям богато, премиально, с такими этими отступами. Это что-то из GTA IV, да, Bulgarin? Мистер Bulgarin. Реально, кстати. Ну вот согласитесь, вот с красным ремешком кожаным и с двуглавыми орлами было бы прям вообще балдеж. Согласен, согласен. С золотым еще окаймлением вот этим, чтобы вообще интересно. Да, и одеколоном Красный Октябрь. Ну, естественно, конечно. Потому что ты как бы внук Брежнева с такими часами. Так, Мальбарова у нас идет дальше. И здесь, во-первых, не хватает всяких картинок, как Курение там убивает и как после него не стоит. Но в общем и в целом буква Б, вот ее вот этот хвостик вверх, он немножечко, конечно, ниже, чем, те, которые хвостики реально у Мальбара, у английского. Но все равно узнается. Вам как? Слушай, мне очень нравится. Вот среди всего, что мы видели, мне вот пока что больше всего нравится у Мальбара. Прям, не знаю, может потому что у нас русские буквы, которые здесь у Мальбара используются, такие же квадратно-гнездовые, как в английской версии. Они тоже такие типа ровные, четкие, шрифт такой очень понятный. И оно в принципе очень, ну, как мне кажется. Хотелось бы, знаешь, еще, чтобы здесь тоже были вот эти там, где не стоит, но только на английском теперь. Типа not important. Not important? Not straight. Not stay. И вот тогда было бы классно, потому что обычно русские пугают. Ну, там в натуре какие-то, значит, у тебя там сразу будет мрак там и так далее. А по-русски... В Европе та же самая тема, там тоже же... Тоже по-русски. Да и в Таиланде тоже есть эти картинки. Картинки, да. Я просто не хочу это видеть на русском, меня пугает, что там... По крайней мере, в Испании точно такие картинки есть, это знаю. Все. Ну, Мальбара мне тоже нравится, я согласен. Так, дальше у нас хаммер, и здесь рушится вот эта вот монолитность, потому что между Х и А есть большой пробел. Вот. Тут А надо было бы делать, знаешь, такую, как Мишленовскую... Не знаю, что там у Мишленов. Ну, короче, с плечами букву А надо делать. Тут узкие у нее плечи. Так она от буквы Д бы путалась, бы, не? Не мои проблемы. Надо было бы. Они и так буквы Х, смотри, как раздвинули, прям у них жирнющая такая, кормили ее, блин. Ну, слушай... Ну, понимаешь, для одного пользователя хаммера, да, для одного пользователя хаммера это не страшно, я думаю. Это как в той серии South Park, где у них там не было пользователей хаммера, да? Да-да-да. Так, дальше Hermes, собственно. Как бы, я кроме того, что они делают премиальные ремешки для Apple Watch, я про них мало что знаю. Ну, там галстуки, ремни и всякое такое. Ну, костюмы, естественно. Вот. Но выглядит, как Луи Виттон, только для мужиков. Можете мне как-то прокомментировать вообще? Я тоже знаю про ремешки для Apple Watch. Но ты мне скажи, как тебе выглядит на русском это? Мне норм. То есть, я даже... Выглядит премиально. Не так... Нет, смотри, смотри, я вижу... ...сего того, что было, мне Булгари нравится больше всего, максимально сочетается. Вот здесь сам Илья сказал, что ему по-русски нравится больше даже, чем по-французски, так сказать, по-английски. Потому что A и S дают прикольную рифму графическую. Ну, типа с двух сторон, как подковки такие. Слушайте, вот меня троллят глаза, или реально кажется, что русский вариант, он чуть-чуть побольше? Буквально вот на пиксель. Здесь это не видно, на самом деле? Троллят глаза, они вряд ли больше. Во-первых, нет, смотри. Во-первых, вот этой штуки у буквы Е, он ее куда-то потерял. Ну, она типа ее в русском языке, ее не бывает по грамматике, поэтому он ее убрал. А во-вторых, я считаю, раз ты уже русские буквы меняешь, то ты и русский логотип тоже сделаешь, то есть мужик должен быть русский стоять, то есть он в шапке в какой-нибудь такой вышанке. Вот это будет на твоей армии. Балалайка, Борис Ельцин. Да, не одна лошадь, а тройка. И тогда тройка. Ну, согласен, надо было усугубить. Сразу карточка тройка и бесплатный приезд на метро, да. Оу. Это да, это нефть. Московский подкаст. Московский подкаст. Не был метро там год, да? Ну, слушай, это твои проблемы. Так-то там, говорят, норм. Там Лебедич опять вывески какие-то сделал, все круто. Нескафе. Вот здесь буковку Е, над буковкой Е все равно сделали чепчик, хоть его и не может быть, так сказать, в русском, но тут почему-то он его сделал. Мог бы и Вермес его тоже сделать. Вот. Он говорит, что достаточно тупо продлевать у буковки Н вот эту хрень, потому что у нее перемычечка параллельная. И типа, ну, это выглядит коряво. Согласен, что выглядит коряво, но вообще, на самом деле, можно в продакшн прямо сейчас запускать, потому что, как бы, ну, Нескафе – это и так не сильно премиальный продукт, кто его будет подделывать. Поэтому зайдет прям нормально. Я не знаю, мне нормально. Тебе, Вань, как? Ты часто Нескафе употребляешь? Я не могу, я смотрю, и у меня прям гимн Советского Союза в ушах играет. Оно еще все красное, у меня сразу глаза наливаются. Бодростью, бодростью как-то глаза наливаются. У них вот эта кружка их, она, мне кажется, только вот у них такая. То есть даже если бы не было на ней написано Нескафе, я бы все равно понял, что это кружка Нескафе. То есть именно вот эта форма, белая внутри, красная снаружи, оно, конечно, даже это они смогли сделать, так сказать, собственным. Это круто, это дорогого стоит, такой брендинг. Дальше Gap, Gay and Proud, как вы догадались. Смешно. Ну, сам Илья сказал, что достаточно тупо, потому что пробел очень большой между Г и Э, и потому что вообще неоднозначно воспринимается из-за созвучивания с гоп. Хотя, говорит, они могли бы сделать такую рекламную кампанию, что типа все, кто носит Gap, это гэпники, и как бы типа прикольно и так далее. Но на мой взгляд и ничего особо прикольного. Прикольно, но когда ты ибук, как будто Жек хочется написать. Вот да, да, реально. Какая-то аббревиатура, что будто ты на заводе, и вот если сюда сейчас залезешь, то тебя убьет, там руки отломят, что-нибудь такое. Да, лэп. Лэп, да, там вот такое, вот правда. Засрали с ног до головы Gap. Дальше у нас Lexus. Вот. И причем Lexus не только текст. Сейчас Lexus засрел с ног до головы. Нет, Lexus меня занес, надо сейчас хвалить. Так вот, напоминаю, не только текст у них, но и сам логотип, они же там буковка L. Вот они и тут сделали L, только русскую. Вот. И тут выше горы, ниже приоры. То есть тут гора такая получилась. А можно она бы длить сразу и на русский, и на английский? В принципе, почему бы и нет, да. Если ты против примерных иконских автомобилей. Да, английская отвратительная. Я в нее всматриваю сейчас, не знаю, может, я дурак, наверное, скорее всего. Ну, слушай, там ее можно из цельного куска железа хотя бы сделать, и, собственно, она и делается из цельного. А вот в русском K и S их никак не соединить. И это, типа, бесит. Да. А Lexus это премиальная Toyota, да? Да, да. Знаешь, чем бесит именно то, что L у нас вот такая на логотипе? Тем, что, во-первых, горы ниже приоры, во-вторых, тем, что она вниз идет. Это как бы не очень для богатеев. То есть ты как будто, ну, какой-то лох. У тебя вниз идет значочек. А, ты мне сейчас это как график рассматриваешь? То есть сначала было вверх, а потом вниз пошло. Да, акции падают, конечно. Поэтому надо как-то вверх, чтобы они, не знаю. Согласен, согласен. Дальше кроксы. И тут, конечно, как булгари. Практически 10 из 10 я бы поставил. Максимально классно. Можно прям хоть сейчас в продакшен отдавать. Такой же округлый шрифт. И крокодильчик по-русски тоже крок. То есть, ну, как бы тут все и лексические, и прочие штуки соблюдены. Очень круто получилось. Как бы сказал один мой друг, хочется облизать их. Ну да, они именно такие округлоаппетитные, эти буковки. Да я бы и сами облизал эти, ну, ладно. Просто, понимаешь, на самом деле кроксы и лакост у них, это же один и тот же бренд. Правильно? Крокодильчик. Ну, в смысле, маскот у них похожий. Но я думаю, это разные организации. Нет, ну, мало ли, если ты войдешь в пол лакост и в кроксах. По-моему, достойно. Ну, если в секунде кроксы тоже продают, то тогда можно такое сделать. Дальше Феррари у нас. И тут, конечно, прям под девочкой попахивает. Тут смешно. Букву F продлили, это тупо. То, что она на букву I никак не заканчивается. Тоже тупо. И то, что вот там SF в оригинале, это стейблс Феррари, типа конюшня Феррари. КФ звучит просто вот, ну, короче говоря, тут не получилось. Не знаю, насколько это вообще имеет право на существование. КФ, кстати, нормально еще смотрится. Но само Феррари, это да, это клоунада на выезде. КФ, это как будто футбольный клуб «Зенит-Челябинск». Просто две буквы, типа, смотришь на них и... А буква F продленная. Знаешь, как что? Вот если вы помните, наверняка Саня помнит стопудово, такие наклейки были, и у них была фирма, где чувак с длинным копьем держит. По Нине, да. Вот. И мне F очень сильно напоминает эту продленную хреновину. Ну, слушай, почему тогда тебе на скафейне напомнило продленную хреновину? Неважно. Дальше у нас Левисы, они же Левайсы. Звали чувака Леви, и это его как бы фирма. Но почему-то начали Левайс говорить, причем это как бы элемент для дебатов и в русском, и не в русском. Это антисемитизм, мне кажется, когда они Леви переделали на Левайс. Нет? Вам не кажется так? Ну, слушай, я не понял даже шутку. Подожди, это какой-то oppression Olympics у нас начался. Не, ну Леви как бы. Леви, мне кажется, это... Это вот этот Леви, который, да? Ну, он же, да, наверное. Я не знаю. Я тоже не знаю. Поэтому Левайс они переделали имя. Это как если было бы Йосис, ну, типа Йосайс переделали бы. Понимаете? То есть... Понял. Я даже не знаю, что это еврейское имя. Короче, на бирже они вышли под тикером Леви. То есть хотят, видимо, все-таки сказать, что Левис правильно, а не Левайс. А почему на футболке буква R как-то не вместилась? Ну, согнули футболку, я не знаю. Это как-то... Согнули футболку? Я бы не купил бы такое, если бы... Там хорошенько согнули, я смотрю. Я бы, в принципе, не купил такое. Выглядит неузнаваемо совсем. То есть максимально. Согласен. Выглядит, как будто ты это, обслуживающий персонал в пятерочке. Я ничего не имею против людей, которые работают в пятерочке. Сразу дисклеймер, но... А против обслуживающего персонала имеешь что-то? Как бы если... Как классно. Если зайдешь в этой штуке и в пятерочку, то тебя попросят там пойти и тележки подвигать. У них обычно, наоборот, красный главный цвет и белые буквы. Ну, я фигурально понимаю, что это я. Я понял, да. Дальше у нас Экко. В Ашане. Вот в Ашане, да. Там у них охранники как раз в белом с красно-зелеными буквами. Так что Ашан нормальный. Так вот, Экко. И здесь, конечно, он говорит о том, что оригинальный логотип просто идеален с точки зрения графической рифмы. То есть он прям весь такой... Тоже облизать практически хочется. Но он сказал, что русский при этом все равно тоже норм. Я напоминаю, что есть, короче, такой обувной магазин, называется Эконика, да? Каждый раз, когда ты заходишь в Эконику, такой думаешь, блин, это... А мог бы зайти в Эко. А мог бы зайти в Эко, да? Окей. Ну и не заходи в Эконику. Я не знаю, какой тебе еще совет дать. Не, я к тому, что типа логотип, короче, не напоминает ли? Хотя, наверное, нет. Эконика более угловатый. Они, мне кажется, в противовес этому сделали. Максимально такие угловатые буквы с резкими углами в противовес Эко. Поэтому тут да. Дальше Пинтерест. И здесь, конечно, сам логотип может быть и норм. Именно полное слово. Но сейчас Пинтерест почти везде перешел на просто на литеру Пи. Вот этой, с булавочкой в середине. Вот. И оно уже, конечно, с русской буквой П, только пятерочка сразу, реальная ассоциация. И все, и никаких Пинтов, и никаких Терестов. Только Ринтерест тогда в таком случае. Ну да, это уже не то. Есть, Никита, что сказать про Пинтерест? Согласен, что буква П английская у них более выигрышно нарисована. Они какие-то гении прописи. Вот знаешь, как в первом классе прописи надо было заполнять? Вот там П такие же были красивые. На самом деле, по-русски вообще мясо, как мясо читается, за буквы Т, которые, блин, огромные, как я не знаю что. Да-да-да. И они сразу смотрят букву Т, кажется, что там три буквы еще в ней спрятаны, и ты такой, боже ты мой. Именно с таким словом, боже ты мой. Так, у нас далее Эмпорио Армани идет. Эмпорио – это торговый дом на ихнем, именно на ихнем. На каком, на итальянском? Итальянском, скорее всего. Да-да-да. Горлами, который. А, Горлами. Горлами. Так вот, и внутри вот этой птички там GA, его инициал Джорджио Армани. Что по-русски будет как DA. Классно. Я, знаешь, я считаю, что надо, знаешь, как сделать? Оставить только птичку, вот, и написать там не DA, а написать там SS, вот, и все, и продать. Это да, это будет продать. Ну, там надо, основные цвета черные. Это, подожди, это Хьюго Босс, короче, нужно ребятам вот этим вот. Нормально. У них Босс логотип просто. Не, я, ну, ты же курсишь, да, что типа Хьюго Босс дизайн или для ребят. На форму. Они что, они что, немецкие, кстати? А, да, немецкие. Я не знаю, немецкие они или нет, я знаю, что Хьюго Босс дизайн или форму для ребят на Вторую мировой. Я вижу, да, нифига. Они там выиграли это, фэшн соревнования точно выиграли. Короче, Эмпорио Армани, сам текст классный, инициалы тупо. Ну, хотя в Италии тоже же было, так что все нормально, да. Ну, да, да, нормально. Дальше у нас Esquire идет. Очень неплохо, на мой взгляд. Ну, как бы есть определенные изменения, но основные всякие прикольчики сделаны. Например, вот эта петелька с буквы S ушла в букву R. Суперсвязь. Петелька у... Че? Петельку буквы R вообще кайф. Просто. А мне не нравится. Выглядит как из детской какой-то, знаешь, как будто на фрута няне написали. Ну, здесь он пощутил, что буквы E вот это вот... Ну, короче, на письку похоже. Типа это мужественности добавляет. Потому что мужской журнал. Наоборот, буква E как будто, знаешь, месяц засыпать хочется под фрута няню. Ну, то есть у них, у этих классная Esquire, которые там были. Там как будто чернилами написано. Ну, там, да. Как будто реально журналисты. А тут, ну, как-то мне кажется, что именно... Вот не такое его свойство имеет логотип, но не мне судить, так скажем. Подожди, Esquire мужской журнал? Ну, написано так. Там мужик на обложке. Ты что, ты что, не видишь, что ли? Вон. Ну, это очень о многом может сказать. Вообще, я могу так сказать, что мы, чуваки, забываем, что у нас еще слушатели есть, не только зрители. Слушатели просто представьте. Это такую тему очень сложно вообще каким-то образом описывать на звук, поэтому будьте лапочками, промотайте ее, я постараюсь ее завершить быстрее. Гиннес. Гиннес. Большая дырка между Г и И, но в общем и в целом вполне, так сказать, worth a try, если угодно. Здесь даже буквы N русские тоже, ну, в серединке так с обрывчиком небольшим, так же, как английский буквы N, там тоже они не цельные, а из двух частей сделаны. То есть, в принципе, Илья, он достаточно глубоко к этому, ко всему подходил и пытался какие-то суперфишечки сохранить. Поэтому, Ваня, ты как причастный, как тебе вообще? Я обалдею, вообще неплохо. Буква G, конечно, выделяется немножко, и я бы хотел, чтобы он патролл написал бы там сверху не 1759, а 2019, но... И вместо вот этой вот арфы сделал что-то нужно. И вместо арфы там дикбат, короче, просто, да. Ну, ладно, все. Не будем. Дальше у нас Браун. Вот, опять же, все говорят, что логотип Браун — это что-то идеальное, поэтому вот эта буква U, которая рифму нарушает графическую, она, конечно, бесит. Но, в общем и в целом, как концепт, очень прикольно. То есть, ну, мне нравится. Ну, да, опять же, такая советская отсылка такая, да. Ну, я не знаю насчет советского, он достаточно плавно выглядит, чтобы... Буква B, понятно, такая советская. Да нет, мне тоже почему-то советчина это дает. Прям вот пылесос ракеты опять вспоминается. Может, потому что просто это, типа, потому что это инструмент, как орудие труда, который... Потому что, да. Потому что бритва, да. Да, ты сразу думаешь, что там, типа, стиральный порошок там, не знаю... Почему ты с бритвами? Я не знаю, почему стиральный порошок у меня с бритвами как ассоциироваться. Это сложный вопрос. Не будем копать на это. Там, я не знаю, у тебя должно быть расстрел королевской семьи. Там, у него стиральный порошок. Это раньше было. А потом, там, нужно же это, кукуруза, там, не знаю. Ну, да, это же Лежик Хрущеву туда пошло. Лореаль у нас идет дальше. И я не очень понимаю... Ну, то есть, он пишет, что в русском, типа, нельзя делать апостроф и нельзя делать над буквой Е вот эту писечку. Хотя в НСКФ, повторюсь, он ее сделал. И вот если бы сделать апостроф и писечку, то было бы вообще идеально. То есть, ну, было бы узнаваемо, понятно и так далее. А так, конечно, выглядит как кусок говна какой-то. Это, я плюсану куску говна. Я просто не уверен, что вообще Лореаль по-французски читается как Лореаль по-русски. Типа, возможно, реально надо было апостроф добавить, чтобы Лореаль было, как Д'Артониан. Слушай, мы почти дошли до конца. Да, дальше у нас Зара. Я даже не видел именно, когда у них уже сплющенные друг с другом буквы стали, ну, на английском. На русском хочется Заря сразу как-то. Вот, ну, просто Зара, она не сильно смотрится. Вот, поэтому как-то... Не нравится, да, тем? Мне нет. Мне больше всего Булгари понравилось из всего того, что здесь было представлено. С удовольствием выслушаю вам, какие больше всего понравились. Давай, Ваня, ты, я пока посмотрю, что-то я... Да там, там было вкусненькое где-то с этим, с Мальборо, по-моему. С Мальборо мне зашло вообще. Ну, просто, ну, ладно, хорошо, с Мальборо не хватало вот этих вот фотографий того, что у тебя будет, короче, нестояние и все такое. Вот. Что еще классно было? Бургер Кинг, я думаю, пропустить можно, это Кэп. Крокс мне понравилось тоже, да. Крокс облизать хотелось. Маскино, по-моему, тебе, Никит, понравилось еще. А, Дюрикс там всем зашел, да? Ну, я не знаю, к тебе, к тебе, мне ничего не заходило, но тебе, видимо, зашел я, я не знаю, в Дюрикс. А, окей, хорошо. Ну, понимаешь, как бы в нашей ситуации текущий Никит, я к вам зашел, поэтому тут все-таки вот, ну, в таком порядке. Ну, вот и Дюрикс хотя бы не забудь. Из Москвы произошла в наш подкаст, поэтому он тут... Ну, и Шанель классно, мне нравится. Вообще просто... Да я, кстати, сейчас подумал, потому что Никит сказал про Экс Эсквайр, типа, то, что там буквка Э такая, короче. Потому что она очень, гораздо более по-детски смотрится, и сейчас я смотрю реально более по-детски. Ну, сой, сой, я не хотел. Да не-не, ну все, типа, деформация уже. Все, ладно. Ладно, деформаторы, будем дальше переходить к следующей теме. Круто! Спасибо Нерону Инсомниусу за то, что предложил, это прям балдежно было. Да, да, это было путешествие, это было удивительное путешествие 10 из 10. Следующая тема у нас с do.ua. Вот, какой-то нам дружественный сайт, как дружественный народ. Здесь пацаны написали, точнее, Дима Малеев написал статью про 50 серьезных ошибок в программировании и дизайне, которые стоили жизни, времени и денег. Что-то я рнул с того, что пацаны, точнее, Дима Малеев. Ну, я хотел почему-то сказать, как будто команда написала, но, видишь, колумнисты написали. Я почему-то читаю не колумнисты, а коммунисты, и все, уже просто без шансов нет. Тем более, do.ua, да. Короче, он сначала это по рофлу написал, как знаете, в Твиттере это модно, типа, там, давайте тред про 50, там, 50 лучших, короче, привычек в тюрьме, например. Ну, там именно, на каждый лайк я пишу по одной, там. Да, 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 да. Вот, а здесь он написал, на самом деле, там, ему налайкал, я зашел в его твит, у него там 4000, 4000 плюс лайков, то есть, естественно, он бы не смог столько просто ошибок серьезных в программировании и дизайне написать. Поэтому написал сколько он написал? Ему бы их совершать пришлось и про них писать. Да. Потому что это новое. Чувствую, что это большое количество. Там дальше уже именно скучное начинается, когда он сам начинает баги делать, да. Короче, он здесь выделил именно 50. И я из них выбрал несколько. Причем очень трагичные ошибки. Я прочитаю первую для примера, а потом скажу, какие я выбрал. А рофельные будут? Рофельные, они все рофельные, но грустно. Ну ладно. Первое, вот, например, первое. Элай Херцберг, он, видимо, Хьюго Боссом пользовался, попала в историю, как первый человек, который погиб под колесами беспилотного автомобиля. Весной 2018-го в темное время суток машина Uber засекла преграду. Вначале она подумала, что это мусор. Ну, в смысле, не человек еще один. Потом, что животное. И только за пару метров поняла, что это человек. К сожалению, машина не успела затормозить, что привело к смерти человека. Тестирование проходило на модифицированной Volvo XC90, у которой была отключена система экстренного торможения, чтобы не мешать ПО Uber управлять машиной. Не может быть два короля в одном королевстве. Задача тормозить в экстренных случаях была возложена на плечи водителя, который страховал автопилот. Он же в это время смотрел Netflix. И понимаешь, что суть в том, что тупо была какая-то прошла дополнительная, Uber, которая не тормозила. И Volvo сама не тормозила. Ничего не тормозила, короче, сбили Элаю Херцберг. Просто именно у этой Volvo, у них в рекламной кампании было, что это именно супербезопасный автомобиль, потому что он тормозит. И это достаточно ироничное дерьмо, на самом деле. А он Netflix смотрит в этот момент. Просто вы знаете, короче, здесь говорится, что это Uber, типа какая-то ПО от Uber, а у нас же в России где-то, блин, я забыл, как город называется, по-моему, где-то восточнее и южнее, где типа... Львов, пусть Орел будет, не важно. Какой-то город, блин, я не помню. Там они Яндекс тестируют свое, короче, авто, вот это вот, ну... Яндекс в Турции обычно тестируют первые функции. Блин, в Турции, мне кажется, с их дорогами там они особо не потестируют, потому что там, знаешь, сколько... Машины. Но насчет того, что тестировать надо не... Ладно, так не было. Там еще дополнительную карту солдат надо, военных, потому что там постоянно... Дополнительная карта калашников еще. Короче, ладно. Это окей, это окей. Это было грустно, но еще грустнее, это вообще досвидос. Я вообще не знал, что вот актер Антон Ельчин, который в Стартреке наш русский снимался, он, короче, умер от такого случая. Я просто охренел. В 2016 году... Четвертый пункт. В 2016 году актер Антон Ельчин был раздавлен собственной машиной при въезде домой. Антон многим запомнился как актер, сыгравший навигатора Чехова в полнометражках Стартрек. Ты, Ваня, знаешь, что за навигатор Чехова? А я смотрел, блин, этот чувак, они еще, короче, в титрах к третьему фильму, там уже, он, по-моему, в титрах к третьему фильму, он уже показывал его, что он, все, рипнутый, короче. Ну вот, и причиной смерти послужил неинтуитивный дизайн ручки передач, представленный джип в новых моделях машин. В смысле, ручник, именно ручник у них хреновый за дизайн. И непонятно, он поставлен или нет. В отличие от стандартных ручек передач, где положение ручки показывает режим работы двигателя, у новых ручек местоположение выбиралось скорее как рычажок в меню. То есть там надо в менюшку зайти, чтобы поставить, короче, наручник, прикинь, тачку. Антон вместо паркинга, то есть он вот не паркинг включил, он выбрал нейтральное положение, отчего машина скатилась и задавила невнимательного хозяина. Я просто не понимаю, ну то есть я все понимаю на самом деле, но ты прикинь, он скорее всего, наверное, в очень узком гараже стоял и что-нибудь там, я не знаю, открывал дверь гаража уже. И его прямо об стену, короче. И вот, да, ну то есть его зажало, я почитал на Вики, его зажало, короче, между тачкой и стеной. Ну это просто, я прочитал, охренел. То есть я не знаю, я думал, ну там его просто сбила тачка или что-нибудь такое, но его как бы сбила, но своя тачка, автогол, так называемый. Окей, про автогол сейчас было. Я именно хотел не шутить, потому что у меня есть шутка на этот счет, но я буду выше этого и не пошучу. Ну ладно, не, ну можно, ну можно, ну бывает всякое. Давай, Сань, ты готов? А, в смысле пошутить? У него просто как в GTA-шке, на него тачка наехала, отбавлялись жизни и как бы да. Ну, кстати, да, его друзья нашли через какое-то время, то есть, возможно, отбавлялись жизни реально. То есть, типа, отбавлялось небыстро еще при этом, да? Ну тогда, то есть, вообще, это совсем грустно. Я думаю, про это можно снять фильм, в главной роли будет Леонардо Ди Каприо. И у него будет еще полчаса отбавляться жизни там, да, в Кутин. И почему-то, я думаю, что в Кутин. Еще по Тарантино должно еще, там, это в самом начале фильма отбавляется, а потом показывается преисторию, чем-то такое. Ну, ладно, хорошо. На самом деле, все это, конечно, грустно. Конечно, грустно. Давай пойдем в восьмой пункт. О, это прекрасный пункт. Мне кажется, мы с Саней с тобой рассматривали эту историю. Но вот я сейчас ее заново повторю, ты, возможно, вспомнишь. Станислав Петров в 83-м году спас мир, не сделав ничего. Во время разгара Холодной войны он служил в штабе антиракентной обороны. Две страны обладали атомным оружием, между ними была заключена доктрина взаимного гарантированного уничтожения. Соответственно, если они выпускают, то мы тоже выпускаем. И наоборот. И этот чувак, Станислав Петров, тупо следил, если что-то летит или не летит. И у него там, как бы, одна, только одно правило. Если летит, то мы тоже летим. То есть, тоже нажимаем кнопку. Короче, он видит в натуре, что летят пять ракет на нас. Атомные. Ну, то есть, все. И его, по идее, по всем правилам, вообще, вот все, он больше ничего не должен сделать, только выпустить наши ракеты, соответственно. Но у него была чуйка, как он сказал. И он, короче, не стал выпускать ракеты, соответственно, как мы видим. Мы же, я тебя слышу, ты меня слышишь, мы видим, что ракеты не были. То есть, мы не в Матрице, да? Мы не в Матрице, абсолютно. Советского создания. Да. Он, знаешь, что подумал? Он подумал, что пять ракет что-то супермало. Типа, если бы Америка выпустили, то они бы выпустили много ракет. И, соответственно, принял решение не выпускать. Хотя это, на самом деле, были блики, короче, там просто солнце. Это супер баг тупо. Они, короче, это никак не могли отладить. И там именно что-то там как-то падало на спутник, на орбите, короче. Там, в общем, такое. Это был H-Case именно, как здесь написано. Хотя, кто-то говорит, что он тупо бухой был сам, Станислав Петров. Но, тем не менее, бухой он был или не бухой, он спас нас с вами. Наш подкаст. 199 выпусков вышло. Поэтому, круто, круто. Это, значит, восьмой. У меня еще заготовлены три. Да, мы отвечаем на твой вопрос. Да, мы это обсуждали. Когда-то. Да, у нас это обсуждалось в какой-то, в рамках какой-то очень либеральной статьи, где в конце был подведен итог, что он живет в сраной коммуналке, беспонтово ему хреново. Все бы герои США бы жили бы классно, а он живет хреново. Я помню. Вот это я запомнил хорошо. Да. Тридцатый пункт. Тридцатый пункт, пацаны. Никит, Никит, а можно это, короче, ты просто прыгнул сразу на тридцатый, а можно быстренько десятый пункт? Давай, давай. Просто вот десятый. Давай, десятый пункт. Шестеро велосипедистов. Сошлись дистанции гонки в Осло в 2014 году. Оказалось, что велосипедисты выпили жидкость для мытья пола, решив, что это энергетик. Дизайн упаковки тоже имеет значение. Там дизайн упаковки просто жесть. А не вот этот турбо-радиатор. Турбо. Ты вообще, когда написано слово радиатор, ты сразу пьешь. Я просто всегда пью, потому что для меня вообще все... Нет, они-то нижнее выпили, там где-то тоникс. Тоникс? Тоникс. Ну, нормально. Флор-климер. Блин, ну просто у турбо, оно прям как у баночки для пива. Это реально похоже на баночку для пива? Ну, согласен, что похоже. Конечно. Ягуар практически, конечно. Мне нравится. Я бы выпил. Тридцатый, пацаны, пункт. У меня, на самом деле, все какие-то однобокие пункты получились, но мне показались они именно самыми трагичными. Ну, или самыми прикольными, я не знаю, кому как. Один из самых известных блогеров, Джошуа Браун, взорвал в свое время интернет своими видеозаписями Теслы. Видеообзорами, простите. И, конечно же, фанател от автопилота, пока в один день Тесла на полной скорости не врезалась в фуру. Джошуа погиб на месте. Как оказалось, машина с прицепом, ехавшая впереди Теслы, перестраивалась на другую полосу, отчего сбросила скорость. И тут в нее прилетела Тесла под управлением автопилота. Как выяснилось, Джошуа совершенно не следил за дорогой, а автопилот не заметил прицеп и смешал его с небом. Тесла рекомендовала, что автопилот нужен для помощи водителям, но никак не замена их полностью, естественно, они сказали. Ну, слушай, вот смешать с небом, да, авто, вот прицеп, да, смешать с небом, это можно только пазлы собираешь, когда много неба, знаете, и хочется туда фуру поставить куда-нибудь в центр. Ты сначала краешки собираешь фуры и небо, а потом как бы сердцевинка. Ну, еще я 49-й пункт выбрал. 2013 год. Обычный парень Крис Рейнольдс, практически Райан Рейнольдс, торгующий запчастями для BMW, BMW, по-русски, если что, по-русски, утром 13 июня проснулся и проверил свой счет в PayPal. Всего лишь за одну ночь бедняга Крис стал в тысячу раз богаче, чем вся человеческая цивилизация. Счет в... Естественно, в PayPal быстро нашли и исправили ошибку, вернув Криса на землю. Но он сыскал не обыкакую популярность и был приглашен на многие телешоу. Когда же у него спросили, чтобы он сделал со всеми этими деньжищами, Крис скромно ответил, что выплатил бы государственный долг. Жаль, только виртуальными деньгами пока не принимают. Это он про государственный долг США, если вы не поняли. Он не в России же. У нас нет долга, если что. А там, подожди, в США сколько там? 20 триллионов или... Наверное, тоже какие-то миллионов. Нет, триллионов, триллионов. Было 15. Триллионов, да? Ну-ка. Госдолг США. Там, наверное... По-моему, двадцатка сейчас. Пока мы начали записывать, там, наверное, увеличилось. Ну да, да, да. Ру. У меня данные, чтобы вы понимали, 2011 года, как раз, когда мы в Америке, в Макдональдсе смотрели про эту новость. Вот. Сейчас уже, конечно... Ну, после нас там увеличился долг. За двадцатку, да. Вкусненько, блин. Ну, прикольно, прикольно, пацаны. Можете тоже почитать, я имею в виду слушателей и зрителей, можете почитать тоже 50 серьезных ошибок. Здесь есть классные. Там, когда патроны скидывали нам... Это же патроновская, из патроновского чатика новость. Они прям облизывали. Каждый пункт такой вкусненький прям. Ням-ням-ням. Знаешь, что смешно? Нам ее сначала скинул когда-то, там, типа, знаешь, неделю назад Ярослав Мудрый, наш патрон из патроновского чатика. И сегодня Костя по бреду начал ее облизывать. Он старое с пола поднял, так сказать, облизал. Вот. И я тоже заметил это. И в результате мне потом, собственно, Ярослав сказал... Я Косте говорю, Костя, а где ссылка непосредственно на темку? Ярослав мне репостнул, именно что это он предложил еще там неделю назад. Почему-то я это не заметил неделю назад. Shame on me. Вот. Но после того, как сегодня все облизывали их, я прямо это... Не удержался. И тоже решил ее облизать в подкасте. Нормально облизали. Как Кроксы. Окей, что, идем к рекламе смарт-тейпа, я думаю. Ну да, да. Я не знаю, Ваня, ты давай сегодня ты скажешь про смарт-тейп что-нибудь вообще. У нас просто смарт-тейп, а кто это? Задолбало. Задолбало нас про смарт-тейп говорить. Ну нет, я говорю, нужно начинать сразу смарт-тейп, а кто это? В смысле? Смотрю 199 подкастов, короче, и не знаю, что такое смарт-тейп. Ну то есть реклама работает, да? Мы тебе потом деньги дадим за то, что скажешь. Ты пока скажи главное. Подождите, на серьезке? А вот как. Запись идет, да, рек нажата, красная кнопка. Я тут все по-серьезки говорю, если что, в этом подкасте. То есть у тебя нечего сказать про смарт-тейп. То есть про великий хостинг, который все должны выбрать. И ты, Ваня, если тебе понадобится. Мне кажется, это уже вполне сходит на самую лучшую вашу интеграцию, да? Пока нет, пока еще не самая лучшая. Пока еще не самая лучшая, да. Пока ты сам не скажешь. Ну давай, я тебе помогу. Смарт-тейп, лучший хостинг. По реферальной ссылке, давай. У нас на сайте можно. Вебизайн.ру слэш смарт-тейп. А кто? Ура, скажи хотя бы. Ура! Вот, все, все, давай. Можно к следующей теме, Сэн? Ну, в принципе, да. Все круто. NVMe и SSD-шки очень быстрые. Соответствуют федеральному закону 152 российскому. Можно все размещать здесь. И ваши персональные данные останутся тоже здесь. Никакие англосаксы их не получат. Будьте среди перекрестка Альфа-банка и московского ювелирного завода, выбирайте смарт-тейп. Окей, окей. Следующая тема, я так понимаю, мы с Ваней будем тупо спать. В принципе, да. Можете взбить подушечку, что знаешь, так по бокам. Я именно... Подожди, подожди. Ты проложи JavaScript, что ли? Да, да, да. О, не, ну тут это, ты расскажи, я тут это тебе тоже расскажу. Ты приготовился, что ли? Ты приготовился, что ли? Я тогда только свою подушечку взобью. Точка подушечка, да. Хотя у нас с тобой одна же подушечка в нож. Никит, возьми это, да, на меня тоже. А, ну тогда в таком случае вообще. Давай, сочет. Так, во-первых, три большие лжи про JavaScript. Эту темку ее перевел какой-то канал в телеге, я не буду рекламировать, и я просто и не помню его точного названия. Я посчитал нужным рассмотреть оригинал. Во-первых, потому что оно на подмедиуме под названием JavaScript нон-грата размещено. Во-вторых, потому что на этом подмедиуме пишет только вот этот Ричард Кеннет Энг. Это вот он с пластырями, да, на фотографии? Смешно. Ну вот, короче говоря, этот Ричард Кеннет Энг у него нехило так бомбануло. Вот, потому что он много реально написал статей, почему JavaScript это говнище. А на чем он сам пишет, известно? Он на Java, да. В смысле, на медиуме он написал. Я говорю, Никита просто адвокат дьявола, я не могу с ним. Не, ну, судя по тому, что он максимально славит Java, пишет он ровно на ней. Либо не пишет вовсе. То есть, ну, правда. Ну, это просто, да, такой, типа, любит рассказывать. Здесь, собственно, этот, как его, как называется-то, забыл. Эпиграф, вспомню. Эпиграф Роберта Бролта, что каждая ложь — это две лжи. Чего? Ну да. Каждая ложь — это две лжи. Одна, о которой мы говорим другим, но второй, которую мы говорим для себя, чтобы ее оправдать, себе говорить. Саня, 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 я тебе вкину быстренько про этого Ричарда Кеннефа. Оказывается, он не на Java, а он пишет, что кодил в основном на C, но также юзал плюсы, Sharp, Objective-C, Java, Smalltalk, Python и Go. Вот такой он товарищ, короче. Ну, он здесь ратует за Java и, как бы, ну, говорит, что для API-шек, наверное, будет Go потом. У себя на Quora он говорит, что типа в основном кодил на сях, обычных прямо. Ну, он крутой. И он ритает software engineer, 30 years experience, так что он, видимо, уже такой, типа дедок немножко. Ну, там на его аватарке видно, хотя у него на аватарке как будто Тор какой-то из Майландских фильмов. Я не знаю, Тора-то или нет, тут увеличивать я не хочу. Ну, он похож на Тора, да, с этим вот бампером, короче, который у него на плече. Да, короче, мне говорят, фанаты JavaScript постоянно говорят три лжи, в которых, типа, сами не понимают, что это ложь. Первое, JavaScript самый непонятный программистский язык в мире. Misunderstood — это в смысле не непонятный, а в смысле, который непонятный. Да, да. И, ну, он говорит, что это проблема людей, ну, не он, а люди, которые ему это говорят, говорят, что, типа, это вы просто не разобрались, поэтому вы там не понимаете, что это все классно и так далее. Вот, он говорит, что на самом деле это ложь, потому что в JavaScript ничего особенного нет. То есть это, ну, обычный императивно-процедурный язык программирования, там, с немножечко вкраплениями функциональными программированиями и вообще с возможностями к функциональному программированию. Вот. И все это еще подкреплено такой очень спорной фичей, как объектные прототипы. То есть это, типа, объектно-ориентированность, но на самом деле нет. И вообще, да, все знают, что можно симулировать прототипы в любом обычном ООП и можно симулировать ООП на прототипах, но почему-то никто из реального ООП не эмулирует прототипы, потому что, как бы, ну, ничего хорошего в этом проекте, если нет. Вот. Ну, и, говорит, это тупо, что все проблемы JavaScript обычно взваливаются на людей, что, типа, это люди тупые, ленивые, не выучили, там, приведения типов, не понимают, как все классно, и так далее. Но, он говорит, опять же, почему тогда никто не стирается так же, там, на другие функциональные языки, типа C-Sharp, Clojure, Dart, L, Merlanga, там, F-Sharp, Haskell, Scala и так далее. То есть функциональная программирование достаточно понятная парадигма, не новая абсолютно для IT-индустрии. И почему, типа, именно JavaScript здесь таким проблемным в этом ключе воспринимают, непонятно. Ну, говорит, опять же, то, что люди не шарят в прототипировании, вот, это не проблема людей, это проблема того, что прототипирование, это не так уж и классно. Ну, и опять же, прототипирование по сравнению с реальным ООП, это все равно, что, типа, ну, говорит, я, говорит, это называю кирпичами. То есть, кто хочет учиться класть кирпичи? Это, как бы, не стоит того, чтобы этому учиться, потому что это и не круто, прототипа. Я думал, как срать кирпичами. Щитликс, ты имеешь в виду? Ну, да, да. Вот. Ну, типа, да, я понимаю, что прототипы, они flexible. То есть, ну, ты можешь за секунду в любой прототип добавить какой-то метод, сразу он появится везде и так далее. Нужно меньше делать объявлений, чем, там, делать какой-то абстрактный класс или интерфейс, это называется, и от него наследовать что-то еще. То есть, типа, это быстро и удобно, ты можешь очень быстро накидать, опять же, простите за тавтологию, какой-то прототип, я имею в виду, там, прототип приложения или какого-то там скрипта. Вот. Но для такого энтерпрайза, устоявшегося, в котором должно быть куча проверок, строгое статическое типизирование и так далее, прототипы нахрен не сдались, потому что от этого только путаница возникает, потому что ты там случайно можешь доступиться до свойства не своего, а именно прототипа. Ну, то есть, понятно, что в классах это так же, но в классах есть приватные свойства и так далее, протекты, к которым ты не можешь доступиться, в прототипах этого нет, там это все единые такие мультихэш-таблицы большие, которые там друг к другу расширяемы, и это, конечно, такое, не очень классно. Это первая ложь. Вторая ложь. Асинхронная программирование это ключевая сила джаваскрипта. Вот. Ну, он пишет, во-первых, какого хрена вы вообще рассматриваете, что асинхронное программирование это киллер фича джаваскрипта? То есть, асинхронное программирование, оно вынужденно добавлено в джаваскрипт, потому что любое гуевое программирование, будь то там какая-то операционная система или веб-браузер, оно должно быть асинхронное, потому что, ну, все event loop'ы, они созданы именно для того, чтобы не блокировать действия пользователя, когда ты отдал какую-то команду. То есть, если ты нажал на какую-то кнопку там, пересчитать что-то, у тебя не должен весь браузер зависать и колон вставать, пока это считается. У тебя, ты должен это отправить как запрос, и после того, как что-то там по этому запросу сделается, тебе придет ответ. Но пока этот ответ приходит, ты можешь кликать там что-то дальше, там, считать, пересчитывать и так далее. То есть, это в любом графическом интерфейсе так сделано. Почему вы говорите, типа, что в джаваскрипте сила — это асинхронность? Тогда, говорит, в C++ тоже сила — асинхронность. Или в Objective-C, или в Python, или в Perle. То есть, это всегда были event loop в этих языках. Ну, там, где-то с помощью библиотек дополнительных, асинхронных, где-то как-то еще. Вот. Но, тем не менее, да. И, говорит, то есть, в джаваскрипте event loop и асинхронность — это просто вынужденная хреновина, которая сделана, потому что это графический интерфейс. Почему, говорит, это, типа, делает его более классным языком. Вот. Дальше он переходит на ноду. То есть, нода — это рантайм для джаваскрипта, который можно на сервере запустить. И это, конечно, не уже гуевая программирование. То есть, ну, это серверная имплементация, то есть, которая принимает запросы, как-то что-то делает и так далее. И там такая асинхронность через event loop, она была достаточно новой. И, по идее, это считается классным, потому что он, ну, можно обрабатывать несколько одновременных запросов, просто помещая их в event loop и коллбеками возвращая запросы именно туда, где они, откуда они, собственно, пришли. То есть, не запросы, конечно, возвращая, а результат выполнения этих запросов. Вот. и это типа быстро работает по сравнению там с гигантскими Java фреймворками для параллелизации, в которых у тебя отдельно там веб-сервер типа Apache, он маршрутизирует все запросы, отправляет их на модуль, который логикой занимается, и, соответственно, он уже их отправляет в качестве многопоточного дерьма. То есть, несколько инстансов поднимается под каждую задачу, и, соответственно, когда от каждого инстанса результат приходит, веб-сервер уже отправляет результаты выполнения. То есть, это более сложная система у Java или у PHP, там, Fast CGI PHP, которые мы в PHP FPM поднимаем, он так и работает. То есть, там веб-сервер, там Nginx или Apache, он все эти запросы маршрутизирует HTTP-шные и отправляет на несколько инстансов PHP, которые это все делают параллельно на нескольких ядрах. В случае с нодой это все один сервак, то есть, у тебя и веб-сервер, это нодовская часть, ну, то есть, это инстанс приложения ноды, и непосредственно все запросы, которые отправляются на логику, они внутри этого же инстанса ноды происходят на одном ядре. То есть, понятно, что ноду можно деплоить через PM2 как ноут-кластер, чтобы на нескольких ядрах выполнялось, но это все равно достаточно дебильная структура, с учетом того, что если у тебя запрос, допустим, не туда пришел, у тебя весь инстанс ноды крашится с ошибкой, и ты логику тоже все теряешь на этот момент. То есть, опять же, для быстрого прототипирования это прикольно такую приложку написать, но для реального интерпрайса, когда у тебя важна отказоустойчивость каждого узла, плюс масштабируемость нормальная, плюс реально классное выполнение там на многоядерной архитектуре и так далее, лучше, конечно, использовать не ноду, а какие-то более робаст, что называется, серверные языки. Ну и здесь опять же он говорит, что очень часто в качестве примеров использования ноды, например, PayPal, Netflix, Walmart, Uber и так далее, которые там, возможно, какие-то свои микросервисы перевели на ноду, но никто, говорит, всерьез не разговаривает о том, что там полностью Enterprise должен переходить на ноду, то есть Enterprise это и ERP-шки, и CRM-ки, все это связано между собой, то есть это гигантские системы, которые зачастую монолитные, особенно если там есть Legacy какие-то части, все вот это переписывать на ноде, это страшно и неправильно, то есть это рискованное говно. То есть погоди, Саня, ты хочешь сказать, что когда, типа, ребята там в духе, как, ну, Discord там кто сделал, ну, неважно, типа, ребята, которые сделали Discord там полностью на JavaScript, то есть они это опасные ребята, да, судя по всему, и то, что меня Discord там половину процессора сжирает в некоторых ситуациях, это тоже, видишь, в чем суть, ты говоришь про клиентскую часть Дискорда или про сервер, но если клиентскую, то это электрон-приложение, и он в натуре как кусок говна работает, потому что он целый кроме у тебя под капотом, вот, и да, то есть это намного менее энергоэффективно и намного менее производительно на обычных компьютерах работает, чем могло бы, если бы это было нативно написано там на Objective-C, Swift, или там на C-Sharp, если мы о виндовом приложении говорим, это факт. видишь, то есть как бы, видимо, ребята, когда делали тот же Дискорд, ну, к примеру, я просто зацепился в Дискорд, потому что вот он явный пример, видимо, когда они его делали, то есть они такие, как ты сказал много раз, они что-то функциональное быстро нафигачили, оно как-то как прототип работает, такие, ну, все, давайте это замасштабируем, и случилась классическая ошибка любого разработчика, ну, давайте прототип не выкидывать, а прям сверху, типа, нарисуем все остальное. Ну, это факт, конечно, здесь еще в чем важность, в мультиплатформенности, то есть электрон, он работает на, ну, то есть он работает на любой платформе, на линуксе, на виндовсе, на маке, а так тебе нужно, как минимум, троих нативных разработчиков нанять, одного C-шарпера, одного свифтера. Слушай, ну, меня что-то подсказывает, что, короче, это, что у ребят, которые Дискорд делали, хотя в самом начале, может, они правда делали его, да, они его сделали чисто, чтобы везде засунулось, да, как на Юнити. Тем более, вот да, так это же примерно прямая аналогия с Юнити, то есть в этом суть, что он в чем-то отстойный, в чем-то не очень, но он позволяет быстро, мультиплатформенно, какую-то хреновину, именно хреновину. То есть когда они решили на нем делать еще интернет-магазин игр, они такие, видимо, там еще социальная сеть будет, то есть вообще отлично, все замечательно. Ну, слушай, вот, например, если мы говорим даже о Телеге, Телеграм-десктоп сделан, как электроновое приложение, то есть оно тоже такое. Ну, Телега, она же как бы, то есть она легкая, там же ничего в ней нет, кроме, блин, 50 паков стикеров моих любимых. Ну, слушай, неправда. С понями там и с котами. Там много всякого, вот даже банальный постман, мы-то с Никитой часто здесь обсуждали, что электрон-приложки — это полное говно, то есть у меня тоже их несколько установлены, Гиткракен, постман, Зепплин, А как ты живешь с этим? Я живу с этим так, что хочется ноутбук на помойку выкинуть и купить самый топовый, на котором еле-еле это будет нормально работать и не крутить мне гора. То есть это, конечно, это печаль и боль. Поэтому я с удовольствием пользуюсь нативными приложками, когда они есть. Вот, но опять же, вот и веб-штормом, который на Джаве написан, и который тоже как бы, ну, не сильно прекрасно работает по сравнению с нативными штуками на Свифте. Поэтому... Слушай, ну вот ты сейчас, короче, третий пункт, когда проштурмуешь, я думаю, еще можно вернуться там к этому обсуждению. Да, ну и третья ложь, это Джаваскрипт это самый популярный язык программирования в мире. Он говорит, здесь есть большая разница, на самом деле, чуваки, между языком, который юзуется по дефолту, и самым популярным языком, который люди выбирают. То есть, ну, ни для кого не секрет, что Джаваскрипт является дефолтным языком для браузеров. А в принципе, и он говорит, здесь, помните, что популярен не Джаваскрипт, а популярен веб. Из-за того, что веб сейчас очень популярен, у тебя прицепом популярен Джаваскрипт. Просто от того, что вот он, он здесь везде, он во всех браузерах, и самое главное, нет альтернатив. То есть, ты не можешь использовать для скриптинга страниц, для веб-приложений что-то кроме Джаваскрипта. Поэтому хочешь-не хочешь, тебе приходится его utilize, и, соответственно, поэтому тебе приходится очень много в него вникать, много инструментов появляется, много каких-то там библиотек, каких-то приблуд. Потому что, ну, хочешь-не хочешь, чтобы выполнять какую-то работу, надо, чтобы это было все-таки инструментом. И хочешь-не хочешь, ты его как бы в инструмент превращаешь. Это язык. Вот. Но если, большинство разработчиков, если бы имели выбор, конечно, они бы использовали не джаваскрипта, а что-то другое. Вот. То есть, ты хочешь сказать, что он превращается не в инструментов гомункула? Ну да. Я думаю, уже превратился. То есть, он изначально был легким скриптовым языком для того, чтобы там кнопочки переставить друг с другом. Но то, что на нем будут писать супергигантские полномасштабные сервер пишут. Ну да. И потом уже и сервер впоследствии. Это, конечно, анекдот. Был бы 15 лет назад, например, но сегодня это реальность. Ну и он говорит, что правда в чем? Что джаваскрипт это не очень хороший язык для software engineering. То есть, это для именно быстрых каких-то прототипов, для слабых каких-то таких скриптов. Это действительно удобно, это быстро, это быстро в смысле в плане разработки, в плане выполнения. Тоже не очень быстро, к сожалению. Вот. Ну и все эти приведения типов, нестрогая типизация, динамическая, это, конечно, полное говно, потому что, когда ты делаешь энтерпрайзного уровня приложения, тебе нужно максимальные проверки вообще везде, чтобы даже там на уровне того, что юзер просто вводит, у тебя уже там 100 проверок срабатывало и так далее, чтобы ты не надеялся на санитизацию там в базе данных, там в драйвере к базе данных и так далее, чтобы, ну, это я супер базовый пример просто привел, очевидно, что там и между узлами какими-то в программе тоже статическая строгая типизация, она крайне важна. Ну и здесь он, я на самом деле, кроме вот этой статьи, я перешел по всем ссылкам, которые он привожу, и те все статьи тоже прочитал, вот, и то, что я вам сейчас наговорил, это на самом деле больше, чем написано в этой статье, поэтому можете, собственно, тоже ознакомиться со ссылками, которые он тут везде приводит. Мне вот первая ссылка нравится, там wtf.js, и там ты ее открываешь, и там, короче, у тебя словарь Ожегова до 1922 года про джаваскрипт, и тут ссылок просто охренеть. скучно, скучно, вот, но если ты прям такой супер тру-программер, наш слушатель или зритель, то можно почитать, это на самом деле. У меня вот вопрос другой есть, короче, вот вы же всегда, знаете, вот есть такая тема, когда вот, допустим, срутся, скажем, срется Android-юзер и Apple-юзер, а вот с кем должен сраться JavaScript-юзер, чтобы он был, как бы, его полной противоположности? Вот как ты считаешь? Как вы считаете, ребята? Ну, в браузере не с кем сраться, то есть сейчас есть компилируемые языки, точнее транспайлируемые, то есть есть именно JavaScript abominations, или как-то он тут это назвал, смешно, сейчас я попробую найти, где он здесь это прикладывает. Transpiled languages are available to us. Вот есть ссылочка. А, и там не abominations, а surrogates. Есть всякие языки, которые компилируют, транспайлятся в JavaScript, но ты по факту пишешь на чем-то другом. Ну, а все оно переводится на JS. Ну да, да, но типа хотя бы на этапе разработку тебе удобно. Из них, например, примечателен Dart, это Google пытался сделать убийцу JavaScript, не получилось сделать убийцу, но в принципе получилась достаточно прикольная хрень. Есть GWT, это типа Java, вот, в JavaScript оно все, потом транспайлил, появится, Scala.js, это естественно, типа аналог скалы, вот, но также есть Bridge.net, это типа C Sharp, есть Chirp, это типа C++, ну и всякие Elm, Kotlin, и так далее, которые мы тоже уже все слышали, есть штуки, которые типа синтезического сахара добавляют всякого, ну там TypeScript майкрософтовский почему-то здесь не прозвучал, но он тоже добавляет много таких фич, которые нужны JavaScript, вот, но которые в итоге все равно транспайлятся в JavaScript, и, ну, то есть даже непонятно, может быть, как бы секьюрнее и правильнее писать сразу, короче, на этом обуминейшене, чем на вот этом, как ты называл, Surrogate, который там еще черти как переведет туда-сюда. Ну, они те, которые поддерживаем типа TypeScript, они классные, потому что в итоге они же все равно написаны на plain JavaScript, что называется, вот, но там именно куча всяких оберток, типов и так далее, которые именно на уровне того, что кривые руки хотя бы не сломают сразу. Просто знаешь, я, короче, я про JavaScript слышал у людей, которые как гуру JavaScript, что, типа, ну, вы главное как бы всякую херню в массивы не запихивайте, вот. Да, есть некоторые моменты, которые, вот главное, вот этого не делать, и тогда все будет норм. Но по факту тебе в итоге приходится постоянно надеяться на компетенцию людей, в том числе, чтобы, ну, как бы, я имею в виду как работодатель и как, я не знаю, кому, директору, нужно всегда следить за компетенциями людей, иначе все пойдет по одному месту. То есть... Там правила, правила вплоть до пиши-пиши с буквой И, только в JavaScript там как-то вот по-своему, короче, свои правила. Да-да-да. В таком духе. Слушайте, ну, пацаны, это, я не... Я тут с вами еще, и я вам хотел сказать, что, во-первых, возможно, просто у Вани запись голоса на винде сделана на этом... На... На JavaScript? Во-первых, на JavaScript, да, а во-вторых, я еще хотел сказать, что, я думаю, будет просто это, типа, вот есть Android фанбой, есть Apple фанбой, есть, короче, JavaScript, чуваки, а есть просто нормальные люди. Я думаю, вот такой будет ответ. Ну, это, это хорош. Я просто уже и Ванин запрыс, вопрос Ванин уже забыл, поэтому, да. Да, там даже не вопрос, тут просто, типа, вот констатация факта, что реально, типа, веб есть, веб нужен, и, блин, черти как на нем, не пойми, как на нем работать. Показывают, и через 30 лет, короче, все превращается в JavaScript, и он всех поглощает. Я знаю, что мне нравится, что у нас есть, вот, допустим, темы, где именно, там, пять лучших, там, особенностей JavaScript, а есть три большие лжи, например, то есть у нас, как бы, мы, у нас свободный подкаст. Попластный, конечно, конечно, абсолютно. Мне еще нравится, короче, что, типа, сказано, вот, на 3 лай, это то, что, типа, веб очень популярен, а у нас есть тема, я напоминаю, сегодня, рынок разработки сайтов умирает, то есть, типа, короче, это то, что, ну, веб немножко, там, в каких-то местах умирает, и, как бы, он такой немножко контрадиктит третьему пункту, то есть, у нас даже внутри статей одна статья троллит другую статью, то есть, ты понимаешь, что у нас перекликается, даже первый чувак, который написал вот этот вот Every lie is two lies, Роберт Брод, я Броулт, я, короче, по бреду загуглил, и первое, кого меня выдало, это оперного певца, то есть, возможно, Саня должен был пропеть, что Every lie is two lies, то есть, как бы, это возможно... У тебя, кстати, неплохо получается. Я трепетировал, пока вы там что-то говорили, я выключил микрофон, и я пел на балконе. Ну, это неплохо вообще, это круто, но, во-первых, вы помните, кто темки-то подбирает, тут все срежиссировано идеально, нашей канцелярии, которая, как бы, тут... Все наши реплики тоже срежиссированы, вот эти вот запинающиеся. Особенно мои, да. Так удобно. У каждого из нас бумажка сейчас есть, свиток такой большой, который... У меня только одна бумажка, честно говоря, она вот в туалете висит. Ну, ладно, ладно. Давайте. Корпоративная культура. Дальше переходим. Вот эту тему я жду, я хочу ее... Я прям сгорел, короче, с этой темой, поэтому давай, не кидай. Тема абсолютно, на самом деле, вообще не горящая. Ноль горения. Тему нам предложил тоже... Нерон Инсомниус тоже прокомментировал, как создательница корпоративной культуры Netflix стала ее жертвой. Какую из этих трех ссылок открывать? Скажи сразу. Первую, наверное? Я первую открывал. Ну, все понятно. Они все про одно, да? Я просто только первую открывал. Слышно, они все про одно, да. Короче говоря, суть в том, что здесь на висит.ру рассказана быстрая история про некую Пати Маккорт, которая когда-то работала... White woman. Да, которая когда-то работала в Netflix, а потом, типа, ее уволили, как здесь в заголовке написано, что она стала жертвой своей же корпоративной культуры. Спойлер, это просто громкий заголовок на самом деле. Да. Короче говоря, в теме рассказывается про то, что в Netflix в какой-то момент пришла Пати Маккорт и поняла, что... Я так понимаю, она достаточно давно там была, возможно, даже когда-то у истоков стояла, и в какой-то момент она поняла, что просто ей не нравится работать вот именно как вообще корпоративная культура в Netflix сделана. Ну, никак. Типа, как в обычных компаниях. То есть, нет никакого различия, что ты работаешь там в какой-нибудь, я не знаю, IBM или в каком-нибудь Netflix. Какая разница? То есть, ты такой же офисный чувак, никакого отличия корпоративной культуры, вообще вот ничем не выделяешься. Поэтому Пати Маккорт решила сама, сама составить как бы такой огромную-огромную презентацию, в которой посмотрели 13 миллионов на слайд-шер в Пауэрпойнте, который она сделала, и можно, короче, забалдеть, типа, почитать. На самом деле, я думал, что там будет что-то такое, знаете, очень такого, с таких свободных взглядов, что вы можете там быть с голой жопой на работе там, и, например, ходить в туалет там, где вам нравится. Ну, я, по крайней мере, такое обычно люблю на работе. Я чувствую, что как раз этого тебе и не хватало у предыдущих работодателей. Вот, но, к сожалению, к сожалению, она не такое написала, а у нее достаточно жесткий список, и у нее именно, знаешь, такой чисто бизнес-подход вообще к вот этому корпоративной культуре. Вот, допустим, вот, допустим, некоторые тезисы из 124-х слайдовой презентации Netflix. Хороший труд щедро оплачивается. Мы команда, а не семья. Лидеры Netflix нанимают, развивают и увольняют с умом. Поэтому на каждой позиции у нас звезды. Чем больше у нас талантов, тем больше мы можем добиться. Внутренние конфликты и эгоизм неприемлемы. Безоговорочная лояльность к падающим показателям и неэффективным сотрудникам это не про нас. Мы не оцениваем людей потому, как часто они приходят в офис и сколько часов работают с голой жопой. Щедро оплачивается стабильная работа на четверку, а не пятерки за усердие. Стабильная работа на пятерку оплачивается еще лучше, но накладывает дополнительную ответственность. Наша модель предоставлять сотрудникам больше свободы, а не ограничивать ее. Отпуск, никаких ограничений и проверок. Также в Netflix нет дресс-кода, то есть с голой жопой. Но никто не ходит на работу голым, что минус. Вывод, не все требуют специальных правил. Не все требуют. Политика Netflix в отношении представительских расходов. Вы можете делать все, что угодно, если это отвечает интересам компании. Один выдающийся сотрудник делает больше и обходится дешевле, чем два средних сотрудника. Бонусы не нужны, лучше потратить эти деньги на большие зарплаты и предоставить возможность тратить их на свое усмотрение. Так вот, и, короче, здесь, понимаешь, то есть вообще в принципе все эти тезисы... Слушай, я бы ворвался. Вот ты сейчас договори, и я ворвусь. Давай, хорошо, я сейчас договорю, и ты ворвешься. Короче, все тезисы указывают на то, что она имеет в виду будьте, короче, чуваками суперпродуктивными, и мы будем вам платить бабло, и никаких, короче, типа мы там с вами суперсемья, ня-ня-ня, мы вас любим, можете что хотеть делать, такие классненькие, то есть вы можете что хотеть делать, срок там и так далее, и делать все регулярно и отлично, то есть как мы от вас требуем. Точнее, хорошо, ну, либо отлично, но всегда. И типа сразу говорит, типа сразу продуктивность поперла, все классно, например, абстрактные вопросы на интервью стали, вместо расскажите о себе новые конкретные вопросы, как вы делаете свою работу продуктивной, то есть, короче, из-за ее вот этого вот жесткого такого запроса корпоративной культуры, действительно, Netflix стал типа расти якобы, и люди стали более продуктивно работать, они поняли, что они здесь тупо приходят получать бабло, и если они не будут хорошо работать, они не будут получать бабло, соответственно, или будут вообще уволены. А закончив, я просто закончу, почему ее уволили, хотя здесь такой заголовок, как будто ее уволили тоже из-за этого, знаешь, типа она перестала ходить на работу, ее уволили, ну и перестала, короче, работать. Нет, на самом деле там тема была в 2011 году, когда как раз надо было вот поймать эту волну стриминга, да, когда Netflix как раз поймали и стали, вот сейчас они супергиганты там половые, короче, она решила разделить компанию на две, то есть, типа, есть Netflix, который DVD-шки выпускает, а есть Netflix, который типа потоковое видео, какое там они могли еще в 2011 году предоставить. И, короче, из-за этого она, видимо, как-то или плохо они преподнесли, что вот это разделение, потому что, во-первых, пришлось платить сразу, ты либо хочешь DVD, либо хочешь потоковое, либо плати и за то, и за то, то есть, ты покупаешь DVD-шку и потоковое отдельно, соответственно, вот. Короче, из-за этого люди не поняли, они не были еще готовы в 2011-м к потоковому видео, они, короче, то есть, их пользователи просто тупо ушли от Netflix, 800 тысяч пользователей ушло. Соответственно, она это записала на свое, это ее идея была разделить на DVD и потоковое отдельно. Она записала это на себя и, собственно, уволилась нахрен. Ну, или ее уволили, я так и не помню. Вынуждена покинуть компанию. Ну, когда у тебя 800 тысяч пользователей отменили подписку, я думаю, там нормально все у тебя. Ее покинули. Ее покинули, да. Это хорошо, мы про нее вообще читаем, потому что, как бы, да. Давайте, пацаны, ваши, давайте, Ваня. Короче, у меня есть вообще, тут вот сказано, что это 124 слайда было в презентации Netflix. Но я подозреваю, что если 124 слайда, наверное, ну, хотя бы 120 пунктов там было. Ну, или там сколько-то пунктов, хз, ну, они как-то, видимо, были там еще расширены, раскрыты. Первый слайд, всем привет, последний там всем пока. Ну, я почему говорю, не 124, а 120. Вот эти 4 слайда, но привет пока. Смотри, я просто к чему? То есть, в принципе, я вот отчитаю эти тезисы, и у меня сразу ощущение такое, что это очень такое вот, такая четкая меритократия. Типа, если ты делаешь, ты получаешь плюс. То есть, и обычно, когда ты, ну, если ты, короче, следуешь такой политике и набираешь людей соответствующих, ты хочешь набирать сильных, мощных людей, которые, как бы сказать, одна из особенностей сильных, мощных людей, они часто сильные и мощные, потому что они эгоисты в какой-то степени. И они потому что, ну, то, что они добились, они добились трудом, своим трудом, а не потому, что они кого-то там эксплуатируют. Потому что то, что она хотела сделать вот этой вот условно, ну, новой корпоративной культуры, это снизить как бы отчасти количество менеджмента, менеджмента также, чтобы вот меньше было вот это вот менеджмент ада, где у тебя один там Вася передал Пете, Петя передал Кеша, а Кеша пинает уже исполнителя. Там 10 менеджеров, один исполнитель. Ну, вот она хотела отчасти от этого уйти. Ну, просто тема какая, я бы сейчас вот хочу докончить. У меня есть проблема даже с этим вот списком пунктов, потому что они почти все вот про то, что типа делай, будет классно, но есть один пункт, от которого я просто взрываюсь сразу. И тут написано, короче, блин, куда я потерялся? Вот, внутренние конфликты и эгоизм неприемлемы. И у меня сразу, я не понимаю, как с этим работать, потому что это типа говорит, ну, мы набираем сильных ребят, вот они, короче, вот мы их сажаем в workplace, и теперь, короче, внутренние конфликты и эгоизм неприемлемы. Ну, то есть, у тебя как бы эгоизм и стремление там как-то проявить себя и сделать круто, оно всегда присуще любому какому-то движению вперед, потому что люди хотят, ну, там как-то, да даже, ну, делаешь, допустим, какую-нибудь крутую фичу, и ты же хочешь там покрасоваться, то, что вот, ты такой классный. И если ты условно прямо на уровне корпоративной политики вписываешь, то, что вот конфликты, типа, не-не-не-не, набираешь, короче, сначала жестких людей, потом говоришь, конфликты, не-не-не, то у нас тут типа гринпис, тут все это, все бегают, типа, с ромашками, все у нас классно. Но это просто не клеится как-то, это вот, допустим, моя проблема с этим вот. Я не знаю, какие еще там 124 пункта, может быть, там этому отводится совсем минимум места, это один пункт на... 120 еще, потому что... Да, один пункт на... Один пункт на 119, короче, других нормальных пунктов, которые про меритократию. Тогда в целом я вот, короче, максимально за, потому что это круто. Честно, давай, смотри, я тебе скажу. Я правда не знаю, в Netflix сколько народу работает, потому что я знаю, что типа, чем больше у тебя народу работает в конторе, тем, соответственно, у тебя будет, ну, сильнее диспропорция по поводу полезных сотрудников и бесполезных сотрудников. Да, короче, я тебе скажу так, я, возможно, это моя, так скажем, промашка, то, что я не нашел где-нибудь вообще и не прочитал все 124, вот, все 124, но... Я сам поискал, но не нашел. Короче, суть в чем? Суть в том, что у меня тоже закралось странное по поводу того, что у нас все здесь звезды, но типа эгоизму... Но эгоизму бой, так скажем. Это типа, это очень странно. Это странно, но я понял, что она хотела сказать и чуваки, которые в vc.ru здесь писали статью, они, скорее всего, не совсем те пункты проявили. Короче, знаешь, что она хотела сказать? Она хотела сказать, что, короче, нам нужны крутые чуваки, но нам на самом деле насрать на всех вас, на вашей индивидуальности, нам нужна машина, такая как Netflix. Она, короче, должна двигаться, вы все крутые, должны ее двигать, и чем более вы крутые, у вас больше, короче, сил, тем сильнее вы ее двигаете. По хрену там, короче, то, что вы там друг друга ненавидите, там нам насрать. У нас есть машина Netflix, называется. Я не совсем уверен насчет того, что машина Netflix, мне кажется, это больше про то, что ты вот придя в Netflix, можешь реализовать себя, и типа, всякие придурки тебя не смогут удержать внизу, потому что, если ты способный, классный, ты сможешь реализовать себя, и пофиг вообще на других. А мне показалось, наоборот, тут вообще... Я вот именно так, потому что, типа, здесь тебе сказано, мы ищем звезд, мы ищем... Один выдающийся сотрудник делает больше... А, один выдающийся сотрудник делает больше и обходится дешевле. То есть, это реальный такой маркер того, что типа, вот если ты выдающийся, как бы, мы тебе будем платить большую зарплату. Там, никаких там всяких проверок ограничений, делай как угодно делай. Пофиг. Главный результат. То есть... Мне, наоборот, показалось, что она обесценивает, точнее, не обесценивает, она тем самым, что она все на бабки переводит, очень так, типа, по американцам. Из-за этого она дает понять, что на самом деле нам похрену, какая вы звезда. То есть, она же здесь пишет, накладывает дополнительную ответственность. Типа, мы как бы просто вам даем бабки за то, что вы крутые. Короче, типа, знаешь, как бы тебе сказать, вот у нас, я не знаю, мне кажется, это какая-то такая, какая-то культурная особенность. У нас, если ты главный крутой программист, тебе не только бабки дают, тебе просто лижут кроксы. Вот. Но... Кроксы сразу. Да, да, да. Но, короче, она вот этим всем, то, что она все равняет на бабло, дает понять, что, короче, мы просто даем бабки за то, что ты двигаешь тачку Netflix. Ну, как мне показалось. Слушай, а как ты еще оценишь то, что... Как ты оценишь, кроме как не за счет денег, крутизну чувака? Я понимаю, но когда ты это прописываешь, ты как бы показываешь... Прописываешь, ты думаешь, типа, жестко. Ты типа, да, ты типа говоришь это. У нас обычно говоришь... А что интересует чувака, который реально крутой? У него же интересуют деньги. Наоборот. Хочет свой навык. Он как джокер приходит и такой, типа, ну что, ребята, ну что это? Сейчас я вам, короче, если ты умеешь что-то делать, не делай бесплатно. Да, но мне кажется, как раз крутого чувака ему нравится больше, когда кроксы у него вылезаны, понимаешь? То есть тут я... Ну, мне так показалось. Нам надо сейчас по-саме послушать. Слушай, ну, может, мы просто мы с тобой, типа, в этом плане разные. Мы с тобой, да. Слушай, ну-ка, давай, Саня, что там? Давай, Саня. Ты слушал вообще тему? Или ты как я на джаваскрипте? Да-да. Три ошибок... 99 ошибок джаваскрипта. Я, во-первых, на балконе пел, тут же, да, пока вот это, потому что я хотел, чтобы мне кроксы лезали после этого. У меня немного мнения между вами двумя. То есть мне даже... То есть в какой-то момент становится насрать на деньги. Я понимаю, что это не в тот момент, когда ты разработкой занимаешься, а в другой, когда ты магнит продаешь. Вот тогда прям... Причем обычный магнит. На рынке. Да. Но в какой-то момент тебя начинает волновать именно то, какой ты след оставляешь, что называется, и делай невылизанный трокс. Типа самореализация какая-то, да? А именно в том, что, чуваки, вот я двинул Netflix. И мне кажется, что вот... Это, между прочим, третья позиция между вашими двумя. А может быть, она даже не то, что между вашими двумя, а мы как треугольник бермудский, в котором пропадает, так сказать, все, потому что это... В какой-то момент денег становится... И просто их становится достаточно. И это тебе уже не так вставляет. Насчет вылизанных кроксов вообще как бы... Ну, я не совсем понимаю, что именно люди испытывают в этот момент. То есть, опять же, может быть, когда ты сам себе говоришь, что я двинул Netflix, это ты сам себе кроксы вылизываешь. Тут, как бы, может быть, это оно и есть. Да, слушай, ну это ощущение, оно дает кайф вообще-то. Определенным людям оно точно дает кайф. Вот я из них как раз. То есть, мне хочется себя ощущать именно частью чего-то классного и чего-то монументального. Я готов даже это там обменять на какие-то другие блага, что называется. Понятно, что они, скорее всего, будут к этому прилагаться, потому что, ну, если ты двинул что-то типа Netflix, очевидно, что тебе за это заплатят. Вот. Но, тем не менее, тут первично и тут жизненные ситуации разные, они могут заставить сменить позицию там и меняя. То есть, если денег откровенно не хватает, конечно, они для тебя становятся более первоочередными. Но тут по пирамиде масло, я думаю, в какой-то момент это начинает все идти. Ну, а вообще, что касается самой темки Netflix, мне кажется, достаточно честно, ну, то есть, они одна из первых компаний, которые просто это честно задекларировали, наверное, я. Ну, да, потому что, на самом деле, очень многие так пытаются работать. Ну, это же у тебя, как бы, кап, у тебя один эффективный сотрудник, блин, у тебя один эффективный программист, там, не знаю, в 10 раз лучше, чем один средний, а там у каких-нибудь маркетологов, это вообще просто там космическая разница между средним маркетологом и который разбирается. То есть, тут как бы очень большая разница. Я думаю, что тут это вопрос именно, это просто честная корпоративная культура, она может быть в некоторых компаниях она есть такая же, просто она негласная, вот, а здесь они хотя бы об этом, так сказать, ну, открыто заявили. Но может быть, кстати, реально, типа, не все хотят про это открыто говорить, потому что там бэд кого-то обидит или еще что-нибудь такое. Ну, вроде как, обижаетесь, не работайте у нас в компании, просто и все. Никто же не заставлял Netflix нанимать всех, так сказать, опущенцев, которые, или, знаешь, иметь возможность, чтобы у всех опущенцев была возможность работать в Netflix. Не было такого. Существует же такая штука, что многие компании заинтересованы в каком-то таком положительном, таком цветочном обзоре, как они выглядят. То есть, такие, вот у нас тут, смотрите, у нас тут работают, короче, столько-то таких, столько-то таких, ребят, вот мы все такие разные, вот мы играем тут в волейбол, вот мы тут делаем что угодно, но не работаем. А работа выглядит, что там один лид-программист сидит, короче, 32 часа в сутки и типа что-то доделывает судорожно, за остальными семью-дебилами, которые там что-то накодили. Которые в волейбол играют, я понял. Которые в волейбол играют. Суть в том, что это возможно именно напрямую от монетизации, ну то есть смотри, если это тупо рыночная компания, которая просто вот завоевывает свои позиции на рынке и именно рыночными механизмами зарабатывает деньги, то есть именно через прямые продажи, не через IPO дополнительные, не через инвестиционные фонды, не через гранты, ну да, такие как Netflix, у них такая обстановка, а если это компания, которая живет на гранты там от правительства и так далее, им важен положительный Ну да, у них другое соревнование, правда. Мне кажется, это напрямую зависит от того, откуда ты бабки получаешь, если ты на жестком рынке, то вот эти корпоративные, так сказать, постулаты и тезисы, они, ну они сугубо рыночные. Это именно и между компаниями так же происходит примерно. Ну да, как я понял, это причем супер рабочая схема, то есть она там сделала шаг там вообще до свидос, что просто написала, что мы бабки вам платим за то, что вы что-то делаете хотя бы. Так что это... Рипнулась она забавно, но как бы все правильно, типа. Ну она все равно сейчас там супер консультант, до свидос, там все, что кого. И она, наверное, все еще за 800 тысяч подписчиков отрабатывает, которые дропнулись. Ладно, что, пойдем дальше. У нас, между прочим, дальше такая междутемья, как междуречия. Как я вам... Исторический подкаст. Короче говоря, нам надо сказать, что у нас есть патреон. Вы можете зайти на patreon.com slash uwebdesign и поддержать нас, как, например, это сделал Ваня, 40 долларами. Вот. И сможете поучаствовать в обсуждении своей темы. Сегодня тема затянулась, так сказать. Мне кажется, она затянулась настолько, насколько она выросла пропорционально. Да? Да. Нет. И мы сейчас... Так-то мы бы только одну темку обсуждали, ну или какие-то там две с нашим патроном, а с тобой мы вынуждены весь подкаст обсуждать. Даже JavaScript. Короче, как раз следующая тема будет Ванина. Вот. Мы послушаем, пообсуждаем. Интересно, что он там приготовил. Я просто даже не вникал, что там, это что там, кого? Там что-то классное. Я вынужден вник, когда мы в Телеграме с Ваней обсуждали вообще это все сегодня. И я просто хочу еще добавить, что наши патроны, кроме там всяких таких возможностей, любые патроны, даже 1 доллара, получают возможность слушать наше пришоу, в котором мы минут 20-30 перед подкастом обсуждаем какие-то светские вещи, и это прикольно. Вот это пришоу, оно на самом деле дорогого стоит, я бы только за одно и его стал бы патроном, если бы у меня была такая возможность. Перешоу это кайф, ребят. Да, Ваня вас слушает, он знает, что без него само шоу это как пиво без водки. Без перешоу просто, да, смысла никакого нет, ни в чем в этом. Ну давай тогда, Вань, что там? Смотрите, тема у меня следующая, она обозначена как почему пользователи бомбят на разработчиков игр. Но она не про это, абсолютно. Но она не про это, да. Я, короче, расскажу очень так вкратце, потому что тут более интереснее, как мне кажется, сам процесс обсуждения будет и идеи, которые у нас у троих возникнут. Ну да, здесь же три абзаца. Если очень коротко, то что произошло? Ребята, короче, которые сделали Borderlands, сейчас будут выпускать, объявили, что будут выпускать свою Borderlands 3 на Epic Store. как люди, которые следят за игровой индустрией и знают, что Epic на волне успеха Фортнайта решили заделаться, сделать своего Epic лаунчера, помимо всего, еще Epic магазин такой именно, ну, хорошенько его продвинуть. И туда, соответственно, начали выкупать, ну, как выкупать, предлагать выгодные сделки разработчикам на предмет эксклюзивов. Ну, там, черт его знает, какие там внутри у них, конечно же, свои договоренности, может, там, без процентов, условно, ну, разработчик не теряет процент, который он обычно дает стору за то, чтобы размещаться на нем, или еще какие-то плюшки, или, может, им напрямую просто башляют, черт его знает. Как бы насчет этого инсайтов я каких-то, ну, не слышал, хотя, может быть, вполне может, что-то такое есть. А зачем мы тебя позвали? А зачем мы тебя позвали? Нормально, не, нормально, и, короче, что произошло? Бордюры объявили, мы выйдем на Epic Store. Разъяренные геймеры такие, э, ребят, вы че? А у многих геймеров, ну, по крайней мере, в западном комьюнити начало назревать такое недовольство Epic Store, связанное с тем, что, блин, какого хрена, какой-то непонятный Store. Обычно я привык покупать все свои игры в Steam и не играть в них. У меня там библиотека 500 игр, я поиграл из них в 3, но я же хочу покупать на Steam, это же так привычно и классно. Вот, и тут, короче, внезапно выясняется, что Epic такие, не, давай, короче, к нам, и там еще какие-то в новостях было пару темок там, про проблемы с безопасностью у Epic. Хотя я сейчас могу врать, но вроде бы там что-то было, то, что там у кого-то кредит, ну, кредит-карт-информейшн уезжал куда-то, ну, не в нужном, неправильном направлении. В правильном направлении. В правильном направлении. Да, первая, вторая часть, там этот, и у них там есть еще часть, короче, про этого, про Borderlands, приквел или что-то такое. Ну, короче, там у них есть пара частей бордюров в Steam. геймеры пошли и все это заминусовали, а там в Steam есть механизм оставить ревью, там положительно, отрицательно, можно что-нибудь написать. И они там пошли массово, короче, зафлагали старые игры, то, что, типа, все очень плохо. Примерно такое же было, когда серия игр Total War, в серии игр Total War обнаружили какой-то Троян, или что-то такое, или какую-то штуку, которая собирает данные, ну, там, короче. И игра, это же игра, подожди, это же игра про Трояна, как раз, там же должны... Да, по-троянски и кони, да, там, это вот на шуме. Хотя, я просто, странно, что они там обнаружили, они там и должны были. обнаружили, да. Ну, собственно, короче, пользователи побежали писать, что, типа, ой, ребят, все очень плохо, короче, нам это не нравится. И, поскольку мы живем же в самом классном году, в прекрасное время, 2К19, есть такое волшебное место, как Twitter, и там есть куча людей, которых есть свое мнение, на эту тему. Сразу куча и других игровых разработчиков, причем, ну, не последних игровых разработчиков, начали высказываться, что они думают с этим связано. И, собственно, мне не разделилось, там было очень много людей, которые высказались, но я приведу пример трех чуваков. Двое из них, один из них, это, вроде бы, креативный директор, вроде бы, креативный директор, короче, главный чувак, который делал God of War, черт его, не помню, как его зовут, но они там получали, короче, кучу, они там на Бафте получили 10 наград недавно, ну, это, то есть, это такая лондонская, лондонский аворд за искусство кино, там, игры, и они там, короче, кучу наград на God of War получил у них. И он такой, короче, выезжает, он все вот в титре еще сменил свой ник, там, то, что там, кто такой-то, такой-то, там, и в скобочках Бафта, знаете, вот раньше было там, нагибатор 666, любит Катю, вот здесь так же, то есть, ну, короче, там, Петя Михалков, там, Бафта, короче, капсом, и он такой пишет, что, ну, вот, типа, вот геймеры, типа, зажрались, совсем охренели, вообще не нужно им давать голоса, короче, все дела. И второй чувак ему отвечает, говорит, ну, да, типа, геймеры реально зажрались, как бы, такая-то фигня. Второй чел был, это, СИО, по-моему, СИО и главный дизайнер студии в Ламбер, это такое, они сделали кучу, короче, индишатных всяких забавных игр, типа, Луфтрайзерс, Нюклэл Троун, но у них игры отличаются тем, что это очень маленькие игры, которые стрельнули, как бы это сказать, ну, да, они стрельнули. Там, Редиклэс Фишн, ну, вот, короче, набор игр у него есть. И им отвечает, никто не другой, как один из сценаристов, Хелф Лайф, Дота 2, ну, короче, какой-то жесткий чувак из Valve, который ушел из Valve, и сейчас с другими еще чуваками X-Valve, X-Ride Games делают свою студию, в которой они будут делать крутой мультиплеер экспириенс. Погоди, а что, в Доте сценарий, что ли? В Доте? Да, все, начинается в Доте, там в Simphotress сценарий есть тоже, да, оказывается. Я просто как бы... Сценарий называется, короче, ты идешь, заносишь деньги за шапки, ну, ладно. Так. Не фугаем об этом. Вообще, в Хелфе там, как бы, ну, сценарий. Вот. Ну, и, соответственно, он им отвечает, что, типа, слушайте, а может быть, тут как бы counterpoint он это называет. Типа, слушайте, ребят, а может быть, дело не в том, что, условно, геймеры такие злые, и там, короче, типа, и они просто вас хейтят, а дело в том, что вы заблокировали все способы, как геймеры могут донести до разработчиков, что они думают. И, типа, геймеры такие, хм, но единственный способ что-то донести, это пойти и зарейджить где-то массово, чтобы нас услышали. Ну, и, соответственно, как бы, я почему эту тему привнес, я хотел бы пообщаться на тему того, вот, как вы думаете, как вообще, в принципе, людям, которые потребляют контент, ну, продукт, ну, понятно, как люди потребляют контент на ютубе том же, они там берут, как бы оставляют там комменты, лайки, дизлайки, но есть более сложные индустрии, где-то не до конца сразу понятно, там, пока оно через этот Metacritic Score пройдет, пока там все продастся, пока пройдет там год, там, соберутся все эти отзывы, ну, и, как бы, не сразу понятно, типа, что пользователь думал-то изначально, и, ну, вопрос такой, типа, как, во-первых, пользователям круче свое мнение доносить до разработчиков, и, второе, вообще, чью позицию больше, ну, чья вам позиция ближе вот в этом вот споре, условно, позицию того, что геймеры охреневшие, пользователи охреневшие, охреневшие твари, как вы вообще смеете вякать на божественных разработчиков, которые делают тут BAFTA, God of War, 10 наград, вот, там, я не знаю, полмиллиона продаж в Стиме, Nuclear Throne, там, или, как бы, мнение, что, типа, вот, геймеров настолько заткнули, они никак не могут донести свои мысли, там, условно, их всех запихнули, там, на какие-то маленькие подредиты, они там еле-еле могут высказываться, мысли, черт не знает, как доходят, и, короче, вообще провал полный. Сань, у тебя есть какая-то точка зрения? Слушай, я, если честно, думал, я буду завершать, но есть, почему бы и нет, это, на самом деле, же не сегодня началось, ну, то есть, правда, уже были эксклюзивы и ранее, я это сегодня Ване сказал в телеге, и скажу еще раз в эфире, так сказать, для всех, в Origin уже выходили эксклюзивами, там, Mass Effect 3, Dragon Age Inquisition, ну, просто, видимо, здесь не было особого вайна, во-первых, потому что, ну, как бы, BioWare, они же издатели, они же в своем сторе ее и продавали, то есть, это не казалось таким сговором и скотством, как в случае с типа, независимыми разработчиками у Borderlands, я не имею в виду, что это инди-проект, я имею в виду, что они не зависят ни от Steam, ни от Epic Games Store, вот. Ну да, типа, потому что эпики не влияют на их решение. Да, сказать, ну, опять же, может быть, еще и наоборот, они Borderlands, таким разработчикам, еще и доплатили просто там, ну, какую-то фиксированную сумму, просто тут это вопрос такой. Кроме того, что это было здесь, еще было с Metro, то же самое, Metro Exodus, последняя часть вышла только в Epic Games Store, тоже эксклюзив, это не первый эксклюзив, вот. И надо сказать, на Origin у меня тоже не сильно бомбануло, во-первых, насрать на Dragon Age и Mass Effect, во-вторых, ну, правда, они издатели, они что хотят, то и делают, вот. У меня больше бомбило, там, от Юбиковского магазина, он как бы, через него не было дистрибуции, но их Uplay Launcher, он обязателен для установки, для работы, даже если у меня копия в Steam. То есть у меня вместе со Steam, когда я устанавливаю там какой-нибудь условный, Героев 6, например, или там, я даже не знаю, что еще у Юбиков есть, там, Assassin's Creed. Герои 7. Да, смешно, Герои 7 еще есть. Assassin's Creed, у меня накатывается их Uplay вот этот, и, соответственно, он, да, он иногда тупит, и если Uplay или сервак не работает, то я не могу поиграть в игру, хотя я ее купил в Steam, и меня как бы мало должно волновать, что у них, но у них именно Uplay сервак отвалился, форумы у них там кипят, пыхтят, пердят, но они хотя бы на своих форумах собирали обратную связь, я там даже зареган, я там даже писал. Так вот, возвращаясь к этому, метро, на метро у меня тоже чуть-чуть подбомбануло, на Borderlands мне, в общем-то, насрать, но на метро у меня чуть-чуть подбомбануло, и даже не потому, что я играл в первую часть, и не потому, что я хотел поиграть в эту часть, а потому, что просто как-то это было именно, ну, реально громко, неприятно и странно. Я как человек консервативный, я привык, что все есть в Стиме, и мне бы, конечно, хотелось сохранять это статус-кво, что называется. Ну, типа Стим, это уже площадка де-факто для продаж. А, кстати, еще один был у Microsoft, эксклюзив, то ли ремастер эпохи империи, первый вышел, только в Windows Store. У Microsoft в истории, короче. Да, да, но опять же, они издатели, они могут это сделать, и, ну, ну, почему бы? Ну, и Jump Pies, ремастер, в Microsoft Store было максимально тупо закидывать, конечно же. Ну, согласен. Он у них там с рейтингом 2,5 сейчас сидит, из-за того, что он, типа, эксклюзив туда. Ну, да, да, то есть, это анекдот. Они бы намного больше денег заработали, но, очевидно, они пытались свой Windows Game Store чуть-чуть двинуть, хотя, опять же, у них уже есть Xbox, то есть, они же там, у них все через него продается. Вообще непонятно. Пытались на PC протолкнуть, не знаю. На мой взгляд, вообще, сам факт наличия Steam'а на PC, это один из плюсов PC-гейминга. Если бы не было такой удобной площадки для дистрибуции, как Steam, PC-гейминг бы умер еще раньше, чем сейчас, как бы, все, что с ним происходит. Ну, правда. Кстати, слушай, ну, не сказать, что PC-гейминг умирает, но это, мне кажется, тема для отдельного подкаста. Я имею в виду, что если бы не Steam, то он бы точно уже умирал, потому что Steam реально удобная, классная, потому что, ну, реально. Слушай, ну, кто-то бы появился явно, кто бы на ПК, типа, слишком гибкая платформа, чтобы, короче, никого-то не появилось. Да, я согласен, ну, блин, я имею в виду, что Microsoft могли бы нормально относиться к Steam'у и не делать такое говно тупое. Все игры Blizzard, они тоже в Battle.net эксклюзивны, получается. Их нету в Steam'е, соответственно. Но это тоже нас мало-мало парит, потому что это, чуваки, это издатели-разработчики, они так захотели. Вот вдумайтесь, никто не бомбит от того, что Warcraft 3 Reforged, который ремастер третьего Warcraft, и нету в Steam'е. Будет только в Battle.net, да? Зато Diablo 1 в GONG'е. А, нет, и Warcraft 1, второй тоже в GONG'е есть. Они с GONG'ом запартнерились, очевидно. Ага. Ага, Ваня, сейчас гавочку, когда вы имеете у себя в блокнотике, типа, все-таки сброс в Блокнотике козлов. Штаб-квартиру Blizzard, да. Штаб-квартиру, да. где у них сейчас главная штаб-квартира, во Франции или где-то? Слушай, ну, во Франции европейская, а так все-таки в Лос-Анджелесе где-то там. LLA. Ну, мне кажется, я, честно, не знаю, не в курсе. Я знаю, что у GONG'а где-то в Чехии, наверное. Наверняка, да. Туда-то точно можно сбросить. Их проще. То есть они там же, это, рядом с чуваками, которые делали, рядом с этими, с самой страшной немецкой студией разработки, которая делает одну игру уже 10, там, сколько, 20 лет подряд. Да, недалеко. И рядом с Illusion Softworks, которые мафию делали первые, потом стали подразделением 2К Чех. Так что тут, да. Ну, короче, мое мнение примерно такое. Меня тоже это бесит. И мне вот именно, почему-то именно на эпиков у меня тоже бомбануло. То есть все предыдущие, прецеденты меня реально не тронули. Я как-то их воспринял скорее как фриковый бред. Хотя вот, ну, Battle.net не фриковый бред, а норм. Вот. Но именно вот когда, ну, то есть здесь нарочито видно, что Epic Games пытается выбить конкурентные преимущества, и это бесит. То есть люди же не дураки. Если они, Epic Games это понимают, значит и все остальные люди это тоже понимают, и это бесит, конечно. Не, а ты вот как относишься к тому, что, типа, тут один из поинтов в том, что вот пользователи пытаются донести до вот тех же разработчиков бордюров то, что нам вот это не нравится. Ребят, типа, это говно. И другие разработчики такие, давайте-ка воспользуемся этим шансом, чтобы отобрать у пользователей вообще все право голоса. Абсолютно. Это, конечно, полный отстой. Я считаю, что этот механизм ревью-бомбинга, он даже и прикольный. Нахрена его закрывать? От них что, убудет, что ли? Ну, ты серьезно. Это же прикольно. Это именно, это знаешь, опять же, как типа рынок в true капитализме. Прикольно же, как он там невидимая рука рынка, что называется, решит. Понятно, что всегда можно ворваться и зарегулировать, но когда оно само как-то так регулируется, мне кажется, даже интереснее становится. Конечно, менее предсказуемо, и это для людей с деньгами, это нахрен не нужно. Вот. Но как минимум мне как наблюдателю, конечно, было бы прикольно, если бы такие флешмобы проходили. То есть, короче, вот эти ребята, которые написали, ну, первые про то, что вот, пользователи там придурки, они типа сидят просто в своей башне слоновой кости условно и такие, вот, надо, короче. Ну, на мой взгляд, да. Если они сами не хотят в этом участвовать, ну, то есть, наверное, это какое-то ребячество кому-то кажется, что, типа, ну, там, набежали, там, засрали и так далее, потом мамки всех загнали, как бы, и да. Вот. Но, блин, ну, не участвуй ты в этом, если тебе это, как бы, не близко. Но почему не давать друг другу Почему-то же пишут и участвуют. Я вот просто смотрю, короче, я смотрю, то есть, у твитта, у твитта чувака из Вламбера 5000 лайков. А это тот, который был за то, что, типа, все, ну, короче, пользователи придурки. А у твитта, который вот ему ответил контрпойнт, по то, что, ну, типа, у пользователя нечего ответить, у него 3700 лайков. Вот. То есть, тут как бы, тут такое. Тут еще у них свое соревнование. Ну. При этом, при этом ретвитов у первого меньше, у второго больше. Ну, это, типа, черт знает о чем говорит. А это говорит о том, что это примерно та же аудитория, которая ревью-бомбингом занимается, и им как бы и не вподляк ретвитнуть, и как бы, в принципе, движуху из этого сделать. То есть, это более движуха. Им хочется донести свой голос, да. Ну, да, видимо так. У Никиты сто пудовое есть мнение по этому поводу. Давай, Никиту. Давай, давай, я скажу быстренько. У меня просто 2.40 на таймере. Если что, если я в 20 минут не уложусь, то это бейте мне по рукам. Я сам там, если что, отключу, включу. Короче, это. Мнение по поводу Epic Store и Steam. Я, естественно, за Epic Store. Тут как бы у нас всегда с Саней противоположное мнение, поэтому можно всегда, в принципе, предполагать. Если он против, то я за. Вот. Я за, потому что, во-первых, я считаю, что наоборот, плохо, что Steam считается де-факто, потому что они начинают зажираться, они тупо... Steam очень сильно пылью покрыт, и они и к дизайну относятся очень ну, насрано, соответственно, и вот с ревью, то есть люди бомбят в ревью, потому что не знают, куда бомбить, потому что это все ничего никто не продумывал, потому что стандарт де-факто это Steam. И то, что агрессивная политика у Epic Store, я только за, потому что пацаны из Стима будут шевелиться, смотреть на Epic Store, Epic Store будет смотреть на Steam, они будут как бы в конкуренции участвовать, это круто, потому что другие люди, типа Гога, пытались что-то там делают, но это деланием не назвать, жизнью не назвать, а Epic Store со своим Fortnite, тем более я не против Fortnite, Fortnite как игра очень крутая, и они сделали, ну просто, короче, они сделали себя, они сделали себя с помощью Unreal Engine, и, короче, в принципе, Epic Store крутые чуваки, поэтому я только за, я только за в этом конфликте, если они будут... А про это, про то, что пользователи... я, конечно, понимаю... Интересно про чуваков, про твиттерных чуваков интересно. Я понимаю боль еще, в чем боль, например, Санина, что, например, в Steam у тебя все ачивки есть, ты можешь, опять же, показывать свои кроксы всем, а эти кроксы в Epic Store не перекатятся. Они там никому не нужны, ты приходишь, и сразу ты кто такой. И там, ну это, конечно, плохо, это, конечно, плохо для пользователей, потому что они смогут понтануться своими ачивками и так далее, и так далее, но в условиях именно развития площадок для продажи, тем более для новых чуваков, для новых разработчиков, я думаю, они будут очень заинтересованы пойти в Epic Store, потому что там есть какие-то свои условия для новичков, и так далее, короче, в этом плане круто, тем более, что на эксклюзивы, например, на PlayStation никто не жалуется, почему у нас нет их, ну точнее жалуются, но это какие-то отдельные бомжи, почему у нас нет на ПК, например, я не знаю, Bloodborne, да, ну то есть никто же это не говорит, ну типа смешно, вот, поэтому это нормально, эксклюзивы это хорошо, вот, это все классно, что-то я хотел сказать еще, я хотел сказать, а, по поводу, вот, и по поводу ревью, и вообще того, что бомбят в Twitter, и так далее, короче, писать ревью и бомбить, просто сам по себе, вот, мне кажется, именно действие на бомбить где-нибудь, там, чтобы было видно, это как бы тема просто людей в интернете, они так высказывают свое мнение, все верно, все классно, и так и должно быть, чтобы они где-нибудь могли насрать, но, если бы люди с деньгами хотели бы, чтобы это было не так палевно, не оставалось навсегда, как ревью в Steam, да, то есть, это же ты запостил все это навсегда, по сути, то есть, они заминусили игру, которая типа с красным рейтингом теперь, то есть, если бы они хотели это предотвратить, и Steam не были главной площадкой PC, и не так не зажрались, и думали бы про что-то, про кого-то, работали с издателями и так далее, то они бы придумали свою какую-нибудь, например, ревью, типа, например, была бы общая оценка игры, какая-то отдельная, какой-то отдельной эмоции показывалась бы на главной странице игры, да, которая отдельно бы существовала от ревью, то есть, это были бы отдельные, типа, эмоциональные какие-то вещи, ну, то есть, типа, можно было придумать по юзабилити, чтобы люди просто единожды могли накликать плохую эмоцию для конкретной игры, а ревью от этого не зависели, ревью были бы там, ну, про свое, там, пацаны пишут, что-то там играют, классно, все такое, но есть отдельно, что все хейтят сейчас эту игру в данный момент, то есть, это можно было бы играть, это можно было бы сделать, но Steam, это параша просто, которая покрыта пылью, я говорю, это просто библиотека, мать ее, ты просто заходишь туда, в черное говно погружаешься, там плаваешь, короче, если ты вдруг установил приложение в iOS, короче, Steam, ты погружаешься в это говно еще, дополнительное, соответственно, возможно, Epic Store сейчас это все немножко разгребет чуть-чуть, даст понять, что, пацаны, вы не одни такие, короче, здесь, и может быть, что-то будет меняться, все, это мое мнение. Я просто зашел на Borderlands 2, и там у меня факи анти-кодом нарисованы, и там последние написаны Epic Store. Факи, да, то есть, понимаешь, опять же, я же говорю, если придумать... Гуся заводят, да, то есть, ну это такое, понятно, что в ревью срать, это не очень красиво, потому что мы-то знаем, игра, типа, прикольная, ну типа, это как, я не знаю, засрать сейчас World of Warcraft, не с хрена, типа, потому что... Тут есть люди, которые, кстати, постят то, что фак Epic Store, но, типа, позитивный, ну, апвоут, короче, but the game is fantastic. Мы все все равно знаем, что Borderlands 2 при этом прикольная, то... А кто тогда будет тот чувак, который реально... Блин, что тут даунвод не буду покупать? И пошел дальше, купил, я не знаю, Goat Simulator. Ну, насколько это реально? Все же примерно в курсе этого конфликта, и как бы все видят, что тут какая-то... А, тут какая-то движуха, ну, прикольно. Мне кажется, все достаточно объективно это все равно воспринимают, как бы это ни было. Ну, то есть, типа, короче, в любом случае, это пацаны в Твиттере, которые... То, что вот, пользователи плохие, они просто придурки, которые внимания хотят себе привлечь, да, и все. Ну, видишь, с Бордой это все, типа, понятно, круто, и все вроде, ну, читаемо, да? Но есть другие проекты, в которых это не считаемо, например, или есть люди, которые ставят фильтры, типа, там, по популярности, или по очень крутым отзывам, и, естественно, Borderlands туда не попадет. Ну, я, допустим, другой берем пример, типа, No Man's Sky игра. Типа, очень поменьше. Да, вот No Man's Sky, например, всегда всеми хейтилась, потому что вышло как говнище, наобещали, что будет супермультиплеер, будешь в космосе, с друзьями летать, в итоге летаешь с ботами, без друзей, и нельзя заходить в онлайн, короче, и до свидос, заминусили эту игру, а в какой-то момент они исправились, короче, наверное, без денег, просто делали разработку, два года там, я не знаю, сделали нормальное дополнение, где можно с друзьями летать в космосе, и все заплюсовали их вдруг неожиданно, то есть, они как бы всплыли из говна, и чувак, который блевал от No Man's Sky, может зайти и прочитать, что в натуре всплыли из говна, вот, то есть, короче, в любом случае, потому что, ну, рейтинг пользователей реально, это реальная штука. Конечно, рейтинг должен быть, он не должен быть, ну, чисто таким стихийным, я, я как бы думаю, что все-таки ревью должно быть адекватное, по крайней мере, ну, это я так, как бы, но нужен какой-то механизм, это можно было бы сделать, если бы Steam не был таким куском говна, я и говорю же, если бы, короче, это знаешь, типа, как в Dark Souls сделано, что ты, короче, не можешь писать фразу, то есть, не можешь написать fuck you, Spielberg, там, что-нибудь такое, христианский подкаст, простите, вот, но ты можешь там, типа, написать из слова форм каких-то, то, что там, собрать пару, там, выбор слов у тебя происходит, там, типа, выборы с каких-то слов, ты можешь какую-то конструкцию собрать, типа там, иди сюда, тут стена, ударь, там, секрет, вот в таком духе, то есть, ну, и fuck you, Spielberg, естественно, ну, да, то есть, и какую-нибудь вот такую штуку, ну, понятно, ну, Spielberg, там еще одна тема есть в конце, я думаю, мы вот это максимально обсосали, достаточно controversial получилось, интересно, что в комментариях напишут еще люди, поэтому, возможно, эту тему именно вообще никак никто в комментариях не это, не осветит, да-да-да, все будут про ложь джаваскрипт бомбить просто, и все, нормально, нормально, короче, у меня осталось, если что, 10 минут на моих, но я, возможно, если что, там, это самое, письмо в редакцию, рынок разработки сайтов умирает, как видеопрокат в 2002 году, то есть, сейчас, сейчас, разработка сайтов, также, типа, стагнирует, условно говоря, ребят, вам что вопрос сразу, а вот у вас открыто, да, там, как бы, у нас открыто, ссылочка, да-да-да, да, я просто не понимаю, это мальчик или девочка? У нас, во-первых, мне больше всего нравится, что здесь две одинаковые фотографии этого чувака увеличены, я ожидал, что будет третий еще больше, а все, на большой фотографии видно, что это мальчик, да, я просто думал, что тут будет именно по увеличению, ну, типа, знаешь, с нагнетанием, типа, вот, потом чисто его лицо, там, и тогда кепка, короче, вот, ну, давай, давай, и в общем, этот чувак, Михаил, это он, да, Михаил Таковинин, вот, Михаил Таковинин, он, короче, чувак, который, типа, совладелец компании, разработчик, ай, никто все равно не знает, просто чувак, который очень сильно шарит в индустрии создания сайта, давайте так. представил, что, во-первых, он нас слушает и грустит от того, что ты даже не стал читать название, вот их кто-нибудь там работает, и пошел вздернулся, потому что работает в лоховской компании, все равно никто не знает. Сань, ты еще в комментах не был, там первый коммент вообще просто божественный. Я тоже, кстати, не был. Комменты, дойдем до них, там вкусно. Да, короче говоря, он, давайте по-простому, он тупо сейчас говорит, что видит, видит, что сейчас сайты уже, менее требуются в разработке, то есть, меньше их заказывают, там, за меньшие бабки и так далее. Чем раньше, также, точно так же, такая же ситуация, как с видеокассетами, видеопрокатом. То есть, в какой-то момент поняли, что вообще никто не хочет ничего, вообще видео умерло полностью, именно в смысле VHS, в какой-то момент, потому что, типа, пришли DVD и так далее, и короче, и CD. Но, но, суть в том, что это незаметно сразу, то есть, типа, сейчас мы видим на 1% меньше, может быть, чуть-чуть меньше стали сайтов заказывать, чуть-чуть, но, это, короче, это уже первые звоночки к тому, что рынок умирает. И он, типа, говорит, я, типа, работал, меня там поставили чуваком, который в 2002 году пытался воскресить вот это, чтобы VHS не умирал, короче, все. А он, типа, эксперт по замочкам, да? он эксперт по умирающим, короче, индустриям. Да-да-да-да-да. Вот, ну, видно здесь на фотографиях, эксперт по умирающим индустриям. И, короче, вот он говорит, что, типа, сайты в натуре тоже так же умирают, типа, скоро все, мы не будем ничего заказывать. И он рассказывает, что все люди сейчас настроены конкретно на трафик. То есть, типа, тебе уже не интересно, как выглядит сайт. Ты в основном ожидаешь просто того, что ты зайдешь на сайт, и он сделан нормально. Просто это сайт. То есть, ты заходишь, допустим, сайт банка там, или сайт какой-то такой вот дефолтной хрени, которую тебе нужно часто, например, заходить. Заходишь, просто ожидаешь, что будут кнопки находиться там, где надо, меню. Заходишь, никуда не смотришь, чтобы там ничего, никаких анимаций не было. Просто зашел, нажал все, что надо, и вышел. И типа, тебе главное, чтобы просто заходили уже на сайт. И уже как бы, я как бы немножко развиваю его тему. То есть, возможно, кому-то сейчас даже интереснее в социальных сетях сделать свою площадку, например, там в Инстаграме сделать профиль, на который больше точно будут заходить, потому что в Инстаграме есть трафик. Я чувствую, мы ворвемся в эту тему сейчас нормально. Что в Инстаграме, например, там какие-нибудь продажи, какого-нибудь дефолтного, хрени, какого-нибудь хрени из Китая, например, заказываешь с Алиэкспресса. Тебе же наверняка проще сделать аккаунт в Инстаграме, чтобы продавать это, чем сделать сайт, на который никто не будет заходить в жизнь. Он будет как, не знаю, как ГОК. Извини, в смысле, я имею в виду, ну, вы поняли. Короче, он будет как Ubisoft Store. Да, короче говоря, они тоже так же сделали свой Store, чтобы никто не заходил. Короче говоря, вот так вот. В общем, супер демотивирующая статья, что сайты умерли, да здравствуют сайты, так скажем. Здравствует король. Вам как, пацан? Короче, комменты, быстренько хочу на комменты обратить внимание. Первый коммент, запятая, очень демотивирующая точка, пойду на водителя трамвая учиться, и ему отвечают, хорошая, между прочим, профессия, полезная. Согласен, согласен. Это первое, а второе, короче, у меня коммент, я его видел, я чуть это, я начал, ну, так в душе порофлил, короче, скажем так. Чувак пишет, спокуха пацаны, положительный смайлик, и приводит ссылку из этой, из Google Trends, где первый запрос, это создание сайтов, и там тренд уху идет на нет, а второй запрос, это стартап, и он идет вверх. То есть, может быть, это просто та же рыба под другим соусом. Но вообще, ну, если мы уже принялись обсуждать, то я тебе скажу вот так, я вот как бы как человек, который занимается разработкой игр, и у меня вот есть, короче, помимо там основного места работы, есть маленькие игры, которые я вот параллельно пилю. И я недавно такой сидел, думал, блин, мне нужно для моей маленькой вот этой вот, ну, соседней с побочной студии, нужно сайт. И я почему-то, вот эта мысль у меня пришла в голову, блин, нужно сайт. Типа, нужно сайт, и там будет у меня там название студии, там будет список этих вот мелких игр, которые мы сделали, короче, бомжарских валяться. Потом я такой подумал, зачем мне это надо? Зашел во Вконтакте, сделал группу во Вконтакте с это, с игрой и все. Ну, которую там вот разрабатываем сейчас. И я думаю, что вообще в принципе в очень многих индустриях так происходит, что типа зачем тебе делать сайт, когда у тебя есть просто сервис, который, ну, как бы, это как бы кэп. Ты так больше, там правильно было сказано, ты больше трафика так привлечешь. И типа все начинают заниматься другой задачей, типа это оптимизация того, как доставать этот трафик. Ну, это вот как бы с моей стороны, это такое вот условно, как на опыте. Я просто прям сидел такой думаю, блин, как я, короче, как мне привлечь пользователей вот сюда? Зачем мне сайт вообще? Нафига он мне нужен? Я же не нанимаю никого на работу, мне не нужно там держать список вакансий. То есть... Ну да, солидность такая не нужна. И то, и то я могу вакансии, блин, на HeadHunter эту задачу как бы отправить или на LinkedIn. Ой, ну, простите, ну не в России LinkedIn. Конечно, запрещенный ресурс. Это да, это типа у меня друг, короче, рассказывает из, там, из Тенерифа. Вот. Так. Ну, вот да. В принципе, в принципе задачи, то есть непонятно, какие вообще задачи должны сайты решать? Слушай, ну это объемный вопрос. С моей... Опять же, мне кажется, их миллион задач, но просто, видишь, если у тебя на сайт будут заходить люди, а он может все решать. Вообще все. Не, не, понятно, что все может решать, но просто типа какую у вас задачу адекватно решать сайтом, а не каким сервисом, который существует сейчас? Когда у тебя своя бизнес-логика на сайте. Ну, то есть ты не можешь банковские операции смотреть на ВКонтакте, это было бы глупо. Нет, это... Или ты не можешь, опять же, ну то есть по факту Steam это большой сайт. Представьте просто, что это, ну... Так у них там браузер встроен, внутрь, конечно, это сайт. Вот. Хотя куда только не строит браузер, даже в Евонлайн строит браузер, поэтому... Нормально, да. Ну вот, то есть Steam, это большое интерпрайзное приложение, которое, в общем-то, использует сайт, как... Ну, то есть люди туда уже зашли, и они просто на нем работают, какие-то действия выполняют и так далее. То есть если мы говорим, допустим, о рынке онлайн-обучения, рынок онлайн-обучения, я думаю, только будет расти, потому что увеличивается распространение интернета, даже в деревьях люди теперь смогут там... Это все нужно обслуживать, это все онлайн-привожения, это все какие-то интеграции. То есть смотри, Сань, получается рынок... Не то чтобы рынок сайтов умирает, а рынок маленьких сайтов может умирать. Ну да, рынок веб-разработки трансформируется, я бы это так назвал, и типа... Все маленькие сайты будут теперь на конструкторах, либо в крупных площадках типа соцсетей, даже как минимум для продвижения в поиске. Любой паблик ВКонтакте у тебя выдастся выше, чем твой сайт, потому что на него, очевидно, будет больше трафика, а ранжирование по трафику, оно по-прежнему одно из самых главных. Это называется поисковый... Инстинкт, хочется сказать. Поисковый сигнал или как-то так, поведение какое-то там. Я уже забыл. Давно не был на конференциях по продвижению сайтов, что называется. Поисковый сигнал, или как-то так это называется. Короче, у крупных соцсетей стопудово больше этих поисковых сигналов, поэтому паблик ВКонтакте выдаётся выше, или там профиль в Инстаграме, или где-то ещё. Просто, опять же, это всегда вопрос, где твои люди. То есть, айтишные паблики ВКонтакте сейчас тоже уже загнулись, потому что всё ушло в каналы, в телеге, например. И там... Это всегда нужно под твою аудиторию. А там все девочки, они все в Инстаграме стопудово. А все китайские дети в каком-нибудь странном, непонятном приложении, которое только китайское, в котором все общаются, не знаю, Дыша. там или еще что-то такое. Ну, Дыша жопой, да, всё такое. Да-да-да-да-да. Это стопудово, поэтому тут как бы... Приложение Steam. Enterprise, да. Но, опять же, а вот смешно. Разговаривает Дыша, разговаривает ревью, там, где разговаривают через ревью, вот в этом приложении. То есть, и потом, ну, а теперь, вот я там, я не знаю, мелкий какой-то цветочный магазин. Что мне нужно для того, чтобы там управлять, что я там на Яндекс.Маркет, там на Инстаграме? Мне нужно мое веб-приложение, которое с опишками интегрируется в этих всех сервисов, и я оттуда удобно мониторю там все какие-то свои отклики. То есть, там, знаешь, мониторинг соцсетей. Но я, правда, сейчас бесплатные бизнес-идеи даю нашим зрителям и слушателям, как бы, но... Бизнес-идеи уже в реализацию взяты там нашими бизнес-слушателями. Согласен. В тот момент, когда я это сейчас записал, уже с моего MacBook Pro. Когда ты подумал. Да, уже с этим. Жучки все считали и передали всем нашим бизнес-слушателям. Ну, короче говоря, это просто, ну, нужно думать и теперь немножечко другие услуги давать. Это можно сказать и про любой, ну, не про любое, а про многие бизнесы, которые оффлайн. Типа, вот, опять же, видео-прократов. Слушай, вопрос тогда такой. Перевозок пассажиров или там чего-то еще. Смотри, вопрос тогда такой. Тогда вот прикинь, прикинь, у тебя, короче, какое-то количество людей задействовано вот в этой индустрии разработки сайтов. И в итоге это станет больше людей там задействовано или меньше? То есть, что произойдет? Вся работа уйдет к более крутым профессионалам, которые могут что-то делать, а те, кто на коленке джавоскриптовые... Да, но эта работа увеличится. Поэтому те, кто захочет, те доквалифицируются и будут заниматься чуть-чуть другой работой. А кто-то уйдет, там, таксистом работать. Но зато, может быть, и другие... Но потом приложение Uber автоматические машины сделает, и он не пойдет таксистом работать уже. Он пойдет, я не знаю, что делать. Ну там только ПО нормально надо написать. Ты же понимаешь. Ну да, да, чтобы не давило. Вот. То есть, я думаю, что будет плюс-минус столько же людей в индустрии. Просто придут новые, какие-то старые уйдут, а основная масса переквалифицируется просто и будут что-то делать. Я думаю, что такие веб-студии, которые вот как... Этот чувак, Михаил какой-то там... Они переквалифицируются, сделают какой-то свой один бизнес. Ну то есть, там... Ой, на то, что Михаил не пропадет, это, я думаю, мы уже понимаем. Ты посмотри. Он крутой, я согласен. Вот. И, ну то есть, они какой-то свой один бизнес делают, свой какой-то продукт и будут его так же клиентам своим продавать. Просто, ну, не как сайты, а там как подписочную модель либо там как что-то еще. То есть, это, ну... Это просто напрашивается как логическое развитие. Так сказать. Ты, Никита, перетыркнул? Я, да, я уже новую запись начал, так что все нормально. Ну, хорошо, хорошо. Это эксклюзивный, необрезанный сегодня будет. Это будет с одним обрезочком небольшим. С одним обрезочком. Ну что, мы закончили, да, с этими темами? Можно, в принципе, переходить к завершающей? Можем обойку разглядывать. Мы сначала обойку, а потом патронов называем. Слушай, мы патронов теперь пустим титром, понимаешь? Мы даже не будем их называть, просто бубум, сейчас здесь появятся патроны. А я, понимаешь, только научился называть патронов и теперь не называем. Ну ладно, Вань, открой тоже в слайке обойку. В главных ролях. Подожди секунду. Это самая первая тема. После надписи подкаст, как всегда, выходит в VR на украинском. А обойка все вижу. Вот, давай, нажми. Ой, хорошо, как стало. Короче, по традиции, Ваня, я тебе научу. Я тебе научу. Давай. Да. Мы в подкасте выясняем на обойке, на Саниной, она сейчас стоит у него на рабочем столе, на его Mac, Book Pro. Угу. Вот. Выясняем, что из этого, что из этого, наш подкаст конкретно. Тебе вот что кажется нашим подкастом сегодняшним? Сегодняшний подкаст наш? Ну, я думаю, что вот, видишь, вот эта водичка снизу, которая так разлита. И вот мы, мы во сколько начали записывать? В пол первого ночи по Челябинску? Ну да, что-то типа. Вот я чувствую, что вот мы, в принципе, как водичка такая разлита снизу, вот этот наш подкаст сегодня. А ты где здесь вот в этой водичке? Ну, я там где-то вот с тобой и с Сашей Переперета. Я снимаю. Connected. Я снимаю. Вы там дальше решаете, вы где, я за камерой. А ты не участвуешь? Я думаю, у нас такой жанр, где участвует чувак за камерой. Ну, слушай, ПОВ ты имеешь в виду. Ну, да, я... ПОВ. Тут, да. Ну, это не меняет того, что вам себя надо где-то искать. Вот, поэтому... Ну, да, я считаю, что водоем это нормально для нашего подкаста, хотя гора, на самом деле, тоже, так сказать, на это. Но мы же сегодня, понимаешь, нас сегодня, поскольку трое, мы такие все флюидные, как прям JavaScript. Подкаст же про JavaScript. Ну, да. Тут каждая тема про JavaScript. Не, ну, кстати, я, допустим, считаю, что тема, которую я привел, она отчасти про веб-дизайн может быть, потому что, ну, веб-дизайне нужно понимать, как связываться с пользователями и получать фидбэк обратно, адекватно, как бы своевременно. Обратно. А тема была все-таки... Все-таки про это. Йоу. Мы, конечно, обсуждали срач в Твиттере, но неважно. Классно, классно. Я думаю, что знаете, где наш подкаст? Наш подкаст – это вот эти облака. Они такие классные, светлые. Но там есть, видишь, дырочка такая в облаках. Вот. Это Ваня на тема. Не очень плотно зашла. Сквозь нее видно еще стратосферу. Вот. И видно дно. Может, это наоборот. Мы думали, что мы опали на дно, снизу постучались. Вот. Это тоже про Ванину темку. Давай все фразы. Нормально, нормально. Все. Я больше клише не знаю никаких журналистских. Ну, все-таки. На сегодня закончились. Я их все расплескал. На сегодня весь фейк-ньюс закончился. Хорошо. У тебя там, Ваня, еще на телефоне место не закончилось. Пишут диктофон. Там нормально. Я тебе эти вот 72 гигабайта отправлю сейчас. Ну, я видео. Я понимаю, я понял. Я видео уже снимаю просто параллельно. Ты только бы знал, чего я видео там снимаю. И не той дырочки, которая не будет. Подожди. Мы будем какое-то интервью, Ваня, брать тебе. Или муж спать. Или уже поздно, да? А какое мы хотели брать? А, Ваня, как тебе вообще? Как тебе этот экспириенс? Нет, расскажи для 40-баксовых чуваков вообще, как тебе экспириенс? Надо ли? Короче, это кайф. Сначала такой сидишь и думаешь, что за херню я несу. А потом как-то нормально даже. То есть, мне кажется, этим нужно заниматься не один раз. То есть, нужно... Ты пришел один раз, ты можешь там еще через пару недель пришел второй раз. То есть, уже с таким, как бы, с опытом. Ну, согласен. Если 40 долларов продлевать, то можно приходить в час. Это забавная тема. То есть, Никита просто доливает. Если как бы будете продлевать, то как бы... Просто как, да. То сразу берите на всю ночь, как раньше в комендарных клубах. Там ты приходил, брал на ночь, у тебя, конечно, половину времени какой-нибудь гопник отжимал, и там ты шел спать. Вот именно. Все равно. Да, я дальше доиграю. Такое, все. Да. Ну, вообще, я потом буду обсуждать и с Никитой вообще по поводу 200-го выпуска, по поводу, как это все будет. То есть, делаем микроанонс для наших зрителей и слушателей. 200-й должен быть бомбой. Вот. И кроме... Это учитывая, что этот бомба уже... Если этот уже такой, то представишь, какой 200-й будет. Вот, да. Поэтому ждите, подписывайтесь, пишите в комментариях. И да, увидимся уже через неделю. Всем спасибо. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok